Короче, Витя, давай знаешь, с чего разгон начнем? С того, почему я на час опоздал сегодня на запись. Ой, да, давай. А на записи я ходил на почкомат, в почте у нас есть такие штуки, почкоматы, куда можно заказывать корреспонденцию. Корреспонденцию. Потому что я заказал таки корреспонденцию. Я же заказал нам штуку, чтобы записывать кассеты, потому что мы торчим нашим слушателям кассеты. Да, уже, мне кажется, все забыли про эти кассеты. Не надо забывать, у нас конкурс есть, в котором, чтобы поучаствовать, надо сгенерить злодеев, любой нейронка, который рисует картинки, скинуть нам в телеграм-чат с хэштегом конкурс. Либо сделать крутой ролик, не ролик, а музыку про Ая-подкаст. Тоже через нейронки. Там уже есть несколько участников. Пару-трое. Этим участникам мы будем дарить... Да, будем дарить кассеты с нашим фирменным альбомом, который, кстати, можно послушать на спотике. Но вот, чтобы записать эти кассеты, оказалось, все не так просто. Потому что сначала я заказал рекордер какой-то китайский, за 100 баксов, маленький, а потом, когда уже заказал, понял, что он только для голоса сгодится, а музыку через него не запишешь на кассету. И начал я гуглить в форумы всякие олдовые, и понял, что для записи кассеты надо покупать деку. Дека, это, короче, такая штука, это тип магнитофона, только с кучей всяких настроечек для записи. Естественно, их уже не существует в продаже, они все исключительно на руках у людей, потому что кассеты никто сейчас не записывает. Ну, мы записываем. Кассеты не продаются. Ну, только мы их записываем, да. Магнитофоны, кстати, продаются. Я даже видел прикольные плееры, которые вот просто на кассетку одеваешь так сверху, и можно считывать звук. Но сами кассеты не продаются. Я вот раритетно урвал упакованную кассету Sony. Если кто нас смотрит, можете увидеть ее. И, короче, вот как выглядит эта штука. Те, кто смотрит нас и не слушает, вам большой бонус. Вот это дека. И я ее нес 2 километра в одну сторону и 2 в другую. А зачем ты ее туда-сюда носил, Леша? Потому что она приехала на почкомат. Почкомат у меня от дома в 2 километрах. Вот такая бандура, с помощью которой уже, может, на следующей неделе начнем записывать вам кассеты. Слушай, знаешь, что я предлагаю в следующий раз? В следующий раз давай, прежде чем коммитаться на что-то, мы погуглим. А то как-то выглядит очень сложно в итоге все. Дека это называется Sony TC-K670. Посмотрел по отзывам, должна она хорошо музыку записывать в стерео режиме. Прикольная штука, на самом деле. Одноразовая для одноразового использования. Но вот у меня теперь зато есть магнитофон, на котором я тоже смогу кассету слушать. Одну нашу. Кстати, знаешь, что у меня еще появилось из девайсов? У меня появился планшет под названием Remarkable. Да ладно? Да, ты знаешь, что это? Конечно, знаю. Remarkable 2, надеюсь? Да, конечно, 2. И как? Для чего он тебе вообще? Потому что я долго думал, брать или нет. Так, ну, для тех, кто не знает, давай краткий экскурс, Remarkable. Это e-ink планшет на электронных чернилах, в котором очень удобно писать ручкой. Ну, специальной ручкой, понятное дело, специальной. Специальной ручкой. Но обычной тоже можно. Ну да, обычной будет глупо, учитывая, сколько он стоит. Я его использую для записи, как бесконечный блокнот, потому что я постоянно что-то пишу в обычных блокнотах. Я через них разгоняю мысли, я через них учусь. Я тогда сильно проще всякое запоминаюсь и записываю. На митингах что-то пишу. Так обсидиан же у тебя для этого. А обсидиан у меня для этого тоже есть, но иногда просто очень приятно пописать рукой. Не могу себе отказать в этом удовольствии. Пописать? Да. Да, да, согласен. Вот, и я тебе скажу, первый раз, когда я начал его использовать, я... Так, мы не материмся. Сейчас перефразирую. Короче, честное слово, честное слово, я услышал запах чернил, когда начал на нем писать. Ой, ну... Настолько вот крутой экспириенс письма, реально ты как будто пишешь по бумаге. Подожди, а у тебя же есть этот Apple-овский планшет? Нет, у меня нет iPad. А, о, так не все еще потеряно в своем случае. Ну да. Уважение. И что, как долго ты его уже используешь? Не надоел ли он тебе? Действительно ли ты на нем пишешь? И самое главное, куда потом эти заметки? Их же никак не оцифровать, ничего. Просто они у тебя... Так, я его использую с 13 февраля, соответственно. Пока что не надоел. Он, кстати, очень долго держит батарею, недели две-три примерно. Из него еще можно читать электронные книги, кстати говоря, как с обычной читалки. Заметки с него можно экспортировать в облако. Они автоматом экспортируются. У него есть облако. И более того, там еще есть транскрибация текста из рукописного в TXT, соответственно. Это что, это там I-I-I-M, что ли? Да, причем на девайсе. Он на девайсе прям переводит либо весь текст, либо кусочки текста. Короче, ты рекомендуешь, получается. Я рекомендую, но знаешь, как я надеялся, что я буду его использовать? Я надеялся, что я буду использовать его как устройство ввода для Obsidian. Вот прям с языка я снял. Можно ли в Obsidian туда как-то экспортировать? Тот же этот... Ты понял, что там есть классный плагин для рисования? Да, там есть классный. Excalibur. Я пока не нашел способа. Самое прикольное применение, которое вот так вот видится, это действительно в Миродосках рисовать. Как в Excalibur и во всем остальном. Ты синканулся с Миродоской или с Excalibur, обрисуешь, и все прям на созвоне видят, что ты рисуешь. А, там есть шеринг экрана какой-то. Я его еще не пробовал. Да, там есть фичи шеринг экрана. Ты можешь шерить планшет в митинг. Но для меня... Короче, я очень люблю писать рукой. Я постоянно что-то пишу в блокнотах. У меня постоянно эти блокноты исписываются, я их выкидываю. Вот. А так все в одном сразу. Ну, мои поздравления. С удачным приобретением. Спасибо. Получается, теперь мы с тобой и с декой, и с планшетом. Да, да. Отлично. Можно начинать? Ну, поехали. Всем привет, привет, привет. Вы слушаете 28-й выпуск лучшего в мире подкаста про новости из мира и яя, из мира искусственного интеллекта, нейросеток и всего такого. А я подкаст. И с вами, его постоянная ведущая, я Алексей Картыник, и вот этот замечательный молодой человек слева от меня. Ити Желенченко, всем привет. Кстати, зацените, я только что играл наш новый трек. Чуть-чуть. Но полностью он будет играть в концерт. Меня всегда... Всегда меня так колбасит, когда ты про новый трек говоришь, мы же его не слышим на записи. Я постоянно... Леша, я тебе более этого скажу. Мы, по идее, должны делать вид, что мы его слышим. Ну, не, ну... Ладно, хорошо. У нас все треки хорошие, а это особенно... Хороший текст, кстати, зашел прям, да? Мне зашел, тем более, что я под него референс подбирал. Если что, референс это старая электронная группа Space. Да, напишите в комментариях, какой конкретно трек группы Space был взят за референс той музыки, которую вы сейчас слушаете. А если вы не до конца понимаете, что это за музыка, то можете в конце нашего выпуска, как обычно, послушать трек целиком, без нашего голодежа. Это фишка нашего подкаста. Одна из немногих фишек нашего подкаста, я бы так сказал. Одна из многих, Витя, у нас много фишек. Мы прям как булочка с изюмом, у нас много изюма. И вот... Да, действительно, что это я припедняюсь. Кексы. Так что давай про фишечки нашего подкаста быстренько напомним. Ну, давай. Во-первых, у нашего подкаста есть крутейший каталог. Вы спросите, что? Каталог? Я отвечу, да, каталог. Каталог нейронок, каталог джин и яйсервисов, которые мы обозреваем уже на протяжении дофигищи выпусков. Стесняюсь сказать, мы больше года записываемся. И все это есть в каталоге. Ссылка будет в описании. Да, а еще я забыл этот каталог в прошлый раз заполнить с ссылками с прошлого выпуска, за что каюсь. К моменту прослушивания этого выпуска все будет обновлено, так что приходите, смотрите. А еще у нас есть покровители. Влиятельные покровители, я бы даже сказал. Влиятельные, влиятельные, покровительные, покровители, любимейшие любимцы нашей и нашей аудитории. Жестокие влиятельные. Ставьте лайк, если поняли отсылку. Нет, не жестокие. Это отсылка. Но я тогда скажу, что это мягкие наклонятели. Нет, не то слово. Мягкие инфлюидаторы. Люди, которые нас кормят, любят, ценят, и которых мы тоже кормим, любим и ценим. Кормим мы их, например, не знаю чем. Я думаю, крутотой всякой, Леша. Крутотой, конечно, крутотой. aw.club, наш генеральный спонсор подкаста. Место для айтишников. Пожалуй, лучшее место для айтишников. Заходите, регистрируйтесь. aw.club, получайте на нашем сайте. Самые свежайшие новости про AI и про мир технологий, про мир программирования. Обучайтесь на наших курсах, которые мы делаем, открываем для вас с заботой и, естественно, с качеством. А также присылайте нам свои сивишки на то, чтобы мы их отсматривали. Повышайте уровень английского. В общем, все это можно сделать через Anywhere Club. А самое главное... Проходите тесты. Я бы сказал, одно из самых главных. Это читайте, во-первых, статьи в блоге, а во-вторых, читайте наши с Лешей статьи в блоге, которые мы пишем каждую неделю. Это да. Каждую неделю делаем дайджесты, новостей, которые, кстати, не всегда вы слышите в подкастах. Точнее, мы сначала их пишем в дайджестах, а потом мы уже в подкасте их обсуждаем. Так что хотите быстрее новости получать, приходите к нам в блог на www.com. Приятный бонус на 10 минут. Вот. Что еще у нас есть? Еще у нас есть очень крутые социальные сети у Anywhere Club, на которые можно подписаться, между прочим. И в Инстаграме, и в Телеграме. И самая главная социальная сеть у нас-то какая? Самая главная социальная сеть конкретно у нас с тобой, нашего подкаста, это, конечно же, наш Телеграм-чат. Ая-подкаст в одно слово, латинскими буквами, ссылка в описании. Лучшее место, где можно обсуждать и сервисы. Я бы даже сказал, самое лучшее. Это вообще не придумка, это вообще не выдумка и не преувеличение, потому что, на самом деле, как я не устаю повторять, как с момента заведения нашего чата, завели мы его на выпуске 23-м, большую часть новостей я реально вместе с тобой подхватываю в сценарий оттуда, потому что они там появляются молниеносно. Только что-то выходит, вот буквально только что, вот мы сегодня будем обсуждать, Table Diffusion релизнулся, мы уже такие сидим в студии, в чате нам ссылка прилетает, мы пошли почитали в сценарий, запихнули. Так что спасибо нашей аудитории. Да, и, ребят, вы даже сказали, можно даже нас тут не слушать, вот что мы тут три часа распинаемся, просто зайти в чат и читать там все эти новости. У нас тоже надо послушать. Ну, смотри, а представь, вот человек у него, например, представь, что мне доставляет физическую боль что-то слушать, и я тебе дам 20 долларов, если ты мне разрешишь быть только в чате. Ну, ладно. Ну, хорошо, а подожди, ну, для того, чтобы тогда попасть в чат, это надо, чтобы человек этот испытал боль, послушал наш подкаст, послушал, что есть чат, то есть у него уже будет негативное отношение, потому что он через болевой опыт пришел. Ну, ведь когда он зайдет в чат, всякая боль у него снимется. У меня всегда вся душевная боль пропадает, когда я захожу в наш чат, Леша. Что еще у нас такого интересного? Конкурсы мы проводим, про конкурс вы слышали в разгоне, участвуйте. Я думаю, через недели две-три мы начнем таки рассылать кассеты. И это случится, ребята. Все, кто не верил, что мы начнем их рассылать, вот вам ответ. Начнем скоро. Ну, и давай по новостям начинать. Давай по новостям и начнем с рубрики. Лешиной любимой рубрики и моей тоже. Она называется «Большие рыбы». Ясь, карась, плотва, осеты. В общем, все тут. Господи, как мне нравится, когда ты эти рубрики называешь. Это твое любимое дело. Это мое, да, любимое дело. Леша просто придумал нам техническое название для рубрик. Я решил, чтобы... Каждый выпуск про это рассказываешь. И читай еще раз. Да, не все слышали, Леша. Не все слышат. Кто-то, 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 кто-то зашел по слушать первый раз. Ну, а как по-другому назвать, например, компанию OpenAI? Ну, ведь действительно большая рыба. Я бы сказал, Mostodon, но это уже другая компания. Рыба здоровенная. Здоровенная. Ясь. Рысаю. Как там было? Ясь. Ну, да, так и было. Давай сначала начнем с OpenAI, раз такое дело. Ну, тут сам Бог велел, потому что все эти две недели интернет гудит. Ой, да. Интернет гудит, во-первых, тем, что OpenAI релизнул... Ну, как релиз, ну, ладно. Представил не публичное демо, про это мы чуть позже поговорим, о своем возможном новом сервисе под названием SORA. SORA — это тексту видео, причем не просто тексту видео, а тексту видео нового поколения. Какие у нас сейчас есть тексту видео? Генерируется набор картинок одна за одной. Нет, ты не так делаешь. Для того, чтобы узнать, какие у нас есть сейчас тексты видео, вы идете в браузер, вводите awclub.github.io, попадаете к нам на каталог, либо по ссылке в описании, и там вводите по тегам поиск и смотрите тексту видео. И вам выдает аж целых 4 сервиса на самом-то деле. Да, вообще-то их-то всего 4, как мы знаем. Ну, основных. Но скоро будет основной пятый под названием SORA. Чем крут SORA? Во-первых, тем, что он нифига не релизнулся. Демо не публичное, если что. Доступ есть у ресерчеров, доступ есть, как сказал Альтман, у некоторого количества креаторов, список не представлен. Наверное, Альтман входит в это количество креаторов. Но это не ответ на самом деле на вопрос, чем он крут. Он крут тем, что видосы, которые получаются у SORA, похожи на видосы. В отличие от всех остальных конкурентов, в жанре тексту видео, видосы SORA выглядят как видео. Они выглядят как те самые клипы из сервиса по продаже коротких клипов со всяких видеостоков и прочее. Видео, на секундочку, генерируется целиком. Не кадр за кадром, как у конкурентов, а целиком. Вот. Это прям спекулятивная тема. Давай, давай. Добивай, я тебе потом накину. Окей, ушки. На вентилятор. И самое прикольное, я не знаю, мы приложим обязательно ссылку, посмотрите, как выглядит генерация Майнкрафта. Чуваки попросили сделать видео, где скринкаст Майнкрафта изображен. И оно было сгенерировано. Это реально выглядит как скринкаст из Майнкрафта, что уже очень-очень похоже на тот самый General World Model, про который мы здесь говорили в выпуске номер 23. В декабре 23-м выпуске, да. Это Runway предоставил эту концепцию. Да, только концепцию. Тут, блин, прошло два месяца. Прошло два месяца, и мы уже имеем что-то похожее на первое демо. Если вы не помните, что это, напоминаю, это когда нейронка генерирует вам, например, интерфейсы программы. То есть самой программы не существует, никогда не существовало, но вы нажимаете, например, в винде пуск, и она вам просто рисует следующую картинку с открытым меню пуск. И таким образом, по идее, нейронка хорошо понимает, что должно быть дальше. Физику вселенной, в которой она генерирует. Да, да. Я что скажу? Во-первых, во-первых, вау. Ну, конечно же, во-первых, как-то. Это OpenAI. OpenAI нет поводов не доверять, что они действительно сделали что-то вау. Зная потому, как они GPT-4 релизили, это вау хорошо, если мы увидим через год в действии, в жизни. Потому что, напоминаю, GPT-4 они показали где-то в начале года, в феврале или в марте, а рисовать сайты на салфетке мы смогли ближе к концу года. Там прошло больше, чем по-моему. Это да. Но заметь, что у нас как раз ровно год без громких релизов от OpenAI был. GPT как раз был в начале года, GPT-4. И вот опять. Смотри, во-вторых, это действительно похоже на General World Model, потому что они выпустили небольшой, что-то типа пейпера, небольшое объяснение, как это все работает, ссылка будет в описании. Из этого объяснения понятно, что видео действительно вроде как генерится целиком сразу, а не покадрово. И имея в виду, говоря целиком сразу, имеется в виду, что модель, которая его генерит, знает очень хорошо то, в каком мире это видео генерируется. То есть именно поэтому эти видосы получаются очень похожими на реальность. Потому что в модели содержится очень много информации, ну, грубо говоря, о сцене, которую ей надо отгенерировать. Что очень близко к General World Model. Она понимает всю эту сцену целиком. Кстати, очень близко. Очень близко. И прикинь, что если вдруг в каком-то будущем эта штука станет дешевой и будет пользоваться пользователями, пользователями вот нами, обычными пользователями, то кажется, что и GPT-5-то не нужен особо. Ты будешь писать промпт в Soro, а Soro будет тебе прям видосы больше не нужна, даже операционная система. Да. Вообще ничего. Ты просто запускаешь наук. Какую ты ходишь в программу. Да, и все. У тебя запускается видос. А прикрути к этому еще не AeroLink, басковский. Ты просто подумал и у тебя сразу оп, сапер открылся. Но это пока что мечты по многим параметрам. И самый объективный параметр, почему это мечты, потому что уже слили примерную стоимость и время генерации одной. Ну там, во-первых, Altman действительно стал контент-криэйтором. Они завели TikTok, они теперь в TikTok вы заливаются эти ролики. Altman сидит в Твиттере и по запросам генерит видосы. Блин, знаешь, что это похоже когда-то так было с Миджорни, когда не у всех был доступ к Миджорни, а люди принимали запросы в Твиттере, типа, нарисуй мне вот это, нарисуй мне вот это, и Altman так сейчас реально генерит сорые видосы. Но проблема в том, что одна генерация на 10 секунд занимает около часа по слитым данным, и по деньгам это примерно 50 баксов. А учитывая, что то, что они показали, это далеко не первая генерация, в смысле, они там нагенерили на один промпт условных 100 роликов, и один из них получился классным. И вот считайте, 100 роликов на 50 баксов, это у вас уже 5 косарей и примерно 100 часов работы этой соры. Да, но это пока... Что уже не так вкусно. Это пока. До видзения. Я не знаю. Честь. Честь. Витам. Я не знаю, насколько... Сложно оценивать, насколько это вообще реально при текущем техническом энвайрменте существующем ускорить. Вот я прям не знаю, реально ли это будет. Ты думаешь, они уже подошли к порогу текущего технического энвайрмента? Ну, кажется, что пока нет... Пока вообще нет конкурентов, которые делали бы что-то похожее по качеству. Наверное, это не просто так. И, смотря на GPT тот же, вот GPT-4 Turbo, это же не лучшая версия GPT-4. Ну да. Это версия GPT-4 оптимизированная, которая работает хуже, но дешевле. Я думаю, тут мы увидим что-то похожее. Будет что-то на уровне пики лучше, чем пика, лучше, чем, что там у нас еще есть от R&W, чем Gen 2, но точно хуже, чем та SORA, которую нам показали. Я думаю, так. Ну, скорее всего, скорее всего, но, блин, так хочется уже на это посмотреть. Плюс, я думаю, сейчас где-то Микки Маус вместе с топ-менеджерами Болта Диснея, они кусают локти, потирают ручки и думают, как бы это купить. Что кусать-то? Ну, кусают локти, что не они это первое придумали. Так, а зачем? У них нет AI Research. Я думаю, они просто сидят и ждут, когда кто-нибудь сделает, чтобы купить. Да, или так, да. Вот тебе, пожалуйста, вот сейчас заинтегряются с OpenAI. Блин, вот не дай бог Дисней Майкрософт купит. Вот не хотелось бы прям. Да, они могут. Не, подожди, не дай бог Дисней Майкрософт купит, Дисней купит Майкрософт. Кто кого купит? Не, ну вот у них бабок не пастет. Я думаю, Дисней богач, чем Майкрософт. Ну там, не, 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 ну, зачем Майкрософту продаваться? Это же одна из центровых корпораций, у которых с баблом все отлично. И, ну, смысл. Я вот думал, зачем Пиксару продаваться? Да. Но они продались. Я думал, зачем Лукасфильму продаваться? Пиксар давно убытки терпел. Знаешь, как Лукасфильм только на... Знаешь, он всегда в жизни не продаст Лукасфильм. Но потом он увидел чек. Одно дело говорится, другое дело, когда вы в фильмах, блин, людей в космосе без, без, в одежде запускаете, они там летают, и все с ними нормально. И как бы, когда идеи уже нет, и когда у тебя вся компания жаждется буквально на двух франшизах, конечно, грех не продать. А Майкрософта сильно большие продукты. Ну да. Там дофигища на чем зарабатывают. У них ни одной франшизы нету, кстати. Ладно, шучу, есть. У кого? Майкрософта? Azure? А? А? Дотнет? Все, да. Что эти еще? Майк Винда. А, это ты шутил, да? Да, я пытался пошутить. А я вот повелся. Ну, вообще, я думаю, что мы увидим действительно какие-то митинги актеров, потому что их будут заменять вот такими ссорами. Должны увидеть. Слушай, первое, что, мне кажется, мы увидим, это то, как умрет индустрия создания коротких видео для того, чтобы продавать их на шаттерстоках. О, это факт. Потому что вот с этой вот штукой вообще не нужно нигде ничего покупать. Если ее встроить в какую-нибудь DaVinci программу для монтажа видео, чтобы ты одним промтом мог себе нагенерить каких-то фоновых видосов, то все. Да, да, это одно из применений. Кстати, это будет очень логично, что шаттерстоки будут вытеснены такими системами, потому что стоимость примерно одноэтажная. На стоках ты платишь по 10-20-30 долларов за видос. На стоках его еще надо искать. На стоках он еще будет, скорее всего, не такой, как ты хотел. Да, а тут хоба и получил. Что надо. Красота. Вот. Там чате нам пишут, что уже были протесты у актеров. Да, были, но были они, потому что там просто чат GPT-текстовы влез, в их работу их стали заменять. А тут прям готовая серия Черного зеркала из прошлого года, когда просто в контракте мелким пунктом они заподписали договор, что их оцифируют, и все. И дальше ссоры будут генерить фильмы с леей, летающей в космос. Так, слушай, понимаешь, даже если вдруг все актеры мира объединятся, мы с тобой это уже обсуждали, давай обсудим еще раз. Если все актеры мира объединятся и скажут не использовать наши образы в фильмах, а Дисней скажет хорошо, ребят, окей, мы ваши образы использовать не будем. Они придут к нам с тобой и скажут Витя, Леш, мы вам платим 500 баксов прямо сейчас, варцифровываем, и вы становитесь новыми актерами, короче, которые будут в Marvel играть. Вы ничего не получаете ни со сборов, ни гонорара, просто 500 баксов. И все. А зачем мы им вообще нужны, Витя? Просто купить образы, 500 долларов. Они просто сделают виртуальных актеров, которые расслуживают. А можно сделать, кстати, и виртуальных, да. Зачем? Можно и виртуальных сделать, людей, которых никогда не существовало. Мне просто хотелось, чтобы ко мне так пришли, и я поэтому... У нас с тобой лучше, у нас с тобой подкаст. Это намного лучше, чем все эти корпоративные штуки. Что еще в OpenAI случилось? Хватит, процессор уже, все, что можно было, всмоктали. Да, еще случился OpenAI форум. Точнее, не случился, а случится. Внезапно OpenAI вспомнили, что слово Open в названии хоть какую-то ответственность на них накладывает, моральную. И объявили инициативу по объединению экспертов, исследователей и вообще людей, плотно интересующихся ИАМ, для того, чтобы собирать их всех вместе периодически, обсуждать будущее искусственного интеллекта, человечества в нем, предлагать даже участвовать в исследовательских проектах от OpenAI. Короче, собирают тусовочку, собирают и тусовочку, ребята. У меня вопрос, какого фига это называется форум, потому что я когда услышал, я подумал, что они симпозиум собирают, какой-то конфидент. Ну, они же ученые, там что, 50 лет форум? Все, Леша. Форум, PHP BB, что за фигня? Форум. И Speedboard. Ой, PHP BB, да. Не, PHP BB тоже был, все правильно. PHP BB, да, все. Ну, короче, форум, и при том они пишут, что мы будем туда собирать разных людей, там не только ученых, там у них критерии для джойнинга, это показывать интерес к доменной области, и я, иметь время на коммитмент в сообщество от одного часа в квартал вообще, и показывать экспертность в ваших профессиональных сферах, то есть не вывешеных, и форум, то есть сюда может любой чувак подойти, сюда блогер может подойти, вот я подавал заявку, я подался как я иный блогер, вот я ссылочку на наш подкаст, я еще не подал, но подамся тоже. Форум? Ничего себе, форум назвал. Может, Альтман, не знаю, фанат Римской империи. Думает постоянно, он же мужчина, да. Ну, нет, ну, слушай, ну, сама инициатива прикольная, название, конечно, мы могли бы получше придумать, но что уж. Инициатива прикольная, мне интересно, на базе чего она будет сделана, я уже третий день жду одобрения, я сильно хочу, чтобы они более четко прописали критерии приема, потому что не хочется ждать, знаешь, просто чего-то там по году. и если это будет один ивент в квартал, как они написали в критериях приема, ну, спасибо, не сильно интересно. Но, с другой стороны, у них на сайте уже есть каталог, каталог ивентов, которые они проводят, и там, надо сказать, прошло уже 10 ивентов, даже больше, и они проводятся чуть ли не каждую неделю, это в основном созвоны с экспертами из AI-индустрии. Так что, так что очень хочу. Короче, ждем. Сэм, Семен, пожалуйста. Да, два и два, это две проходочки. То сколько можно? Мы тебе столько идей для твоего чата G5 накидали, ты их все заюзал, а нас не можешь на этот форум. Но, ну, прикольно, посмотрим. Если они наберут много тысяч человек, я бы не ожидал, что это будет прям что-то вау-вау-вау, суперкрутое, с кучей инсайтов, скорее просто это будет место, где OpenAI будет продвигать свою повестку. Будет продвигать повестку, но и в целом, когда люди вот так вот собираются, пускай даже в зуме просто послушать, не знаю, это прикольно. Это все равно потом рождает что-то интересное. Кстати, в чате они нам скинули ссылку на community.openai.com, что тоже форум по факту. Ну да, кстати. Развернули такой. Вот это форум, да. Прикинь, там просто будут давать тебе этот бейджик на этом форуме, что типа участник, Участник, активный контрибьютор. Симпозиума. Посмотрим, посмотрим. Час времени в квартал, это прикольно. Ну, посмотрим. А вдруг там с Сэмом можно будет пообщаться. Это будет прикольно. Попереписываться, да. Что еще? OpenAI еще на прошлой неделе слух запустил такой. Ну как, не OpenAI запустил, а кто-то запустил слух. Он берет свои корни с портала theinformation.com, которому вроде доверие есть. Звучит очень удивительно. Не, ну это сайт, на котором часто всякие слухи появляются и часто они сбываются. Короче, OpenAI намерен ворваться на рынок поиска и составить конкуренцию в углу. Вот такой случай. А случайно Бингу они при этом не составят конкуренцию? Я думаю, они с Бингом в партнерстве это сделают. Типа на базе Бинга? Смотри, Бинг не переносит нифига. Ну как, там у него же поискового трафика, хорошо, если 3%. Ну да. У Гугла там десятки, чуть ли не 70, по-моему. У Бинга совсем кропаль. Я бы прям не удивился, если бы Бинг реформатировался во что-то, что смержится с OpenAI. Да, они вроде и так это сделали, нет? Бинг не изменился почти. У него только окошко с чатом появилось. А как поиск, он как был таким, какой был, таким и остался. Слушай, учитывая их доля рынка, мне кажется, они могли бы экспериментировать уже по самое не могу. просто взять и превратиться во что-то типа Perplexity, например. Ну я бы, не, я на самом деле за то, чтобы они купили Perplexity. Зачем, зачем делать? Хотя, конечно, Monopoly это плохо, но Perplexity уже делает хорошо поиск. И я бы за ребят радовался, если бы они стали партнерами OpenAI в этом. В целом, я сильно не хочу, чтобы они это сделали как какую-то фишку чата GPT, потому что чат GPT уже настолько сложный, что по нему целые курсы выпускают. Да, во-первых. Во-вторых, он умеет искать в интернете, как бы, если что. Ну, да. Но, знаешь, я чувак, который пришел из среды программирования на Дотнете. У нас там есть такая громоздная штука, называется Visual Studio. Такая IDE-шка, в которой мы программировали. А, ты хочешь сказать, что в Visual превращается чат GPT сейчас? А, да, да. Эта штука тебе может чуть ли не кофе заварить. Вот я не хочу, чтобы чат GPT в это же превращался. То есть, я все-таки ценю удобство пользования. Вот последние две недели Gmini Advanced пользую. И я, честно говоря, кайфую от того, что это просто чат-бот. В него больше ни черта нет. Это просто чат-бот. Слушай, и мне не надо там запариваться Судя по всему, у OpenAI нету как минимум UX дизайнеров. Если они кого-то такого не наймут, то оно так и превратится. А как бы ты видел поисковый движок от OpenAI? Что бы это могло быть по твоему мнению? Как ты себе это представляешь? Perflexity, наверное, так как оно работает сейчас, у тебя есть агент от Bing, который просто может погуглить, уточнить информацию. Я бы ничего не добавлял бы. Ничего же не изменится. Да, я бы и не добавлял ничего. То есть, а, может, Bing переименуется. я бы отдал бы Bingу просто возможность, вот, взял бы каких-нибудь крутых там, не знаю, архитекторов, дизайнеров, сказал, ребята, вот Bing, нам на него плевать, делайте с ним что хотите, пускай это будет поиск нового поколения, подумайте, что бы это могло быть. Я экспериментировал бы там по самому, я не балуюсь с этим Bingом. Ну, я сейчас думаю, я, наверное, все-таки прибедняюсь, когда говорю, на фоне Гугла это фигня, но в запросах это ж миллиарды запросов. Ну да, но все равно, слушай, не знаю, не думаю, что Майкрософту будет жалко, если он помрет. Ну, ладно, наверное, жалко будет, но недолго. Жалко у пчелки. По поводу жалко, есть и плохие новости с OpenAI связанные. Во-первых, из OpenAI ушел Андрей Карпатый. И, что самое интересное, разгорелся спор не по поводу того, почему ушел Андрей Карпатый, а по поводу того, как правильно читается его фамилия. Да, 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 да. Ну, Карпатый же, но он же, откуда он же из этих, из славянской страны, из Балкарпатого, Из Балкан, но для меня это одно и то же. Нет, но они тоже славяне. В большинстве. Ну, тем более. Да, мои родичи, кстати, 40% у меня сидят. Просто в моем мире Карпаты, Леша, это либо горы, либо мопед. Это горы. Подожди, не Карпаты, мопед. Карпаты был, да, Карпаты. Ты чего? А Ка-750, мопед или мотоцикл? Ка-750, это мотоцикл, Ка-Сик. Это тяжелый мотоцикл. А был еще мопед, Карпаты. Двухтактный, по-моему. Ну, ясно. Ну, вот, кстати, кто-то говорит, что и фамилия Андрея тоже читается как Карпаты, белорусский манер. Может быть. Напишите в комментариях на Ютубе, если вы нас смотрите, либо сходите к нам на Ютуб, напишите в комментариях, как правильно читается фамилия Андрея Карпатова. Частенько пишут по произношению всякие комменты. Хажинг Фейс, Джимине, Джиминай. Джиминай, блин, кто говорит Джиминай? Ка-мон. Кстати, я слушал недавно какого-то блогера. Ка-моно ты слушал, по-моему. Не-не-не, кого-то я про Джимин не слушал. Сейчас вспомню. По-моему, по-моему, немцев каких-то. Короче, они там говорили Джимини, а потом на Джиминай меняли. То есть, либо Джиминя, либо Джиминай. Но вообще, это сугубо личное мое дело, как расставлять ударения в моем английском языке. Захочу, буду говорить ВЕП. И фиг вы мне, что сделаете. ПХП. Знаю ни одного архитектора, который говорит ПХП, так что Джиминя. Джиминя. У меня это будет Джиминя. А Карпатый, HTML, этот, KSS. KSS, да. KSS GO. KSS GO. Да, Карпатый ушел. О чем это может говорить? О том, что он свой проект делает. Он об этом так, в принципе, и сказал в сообщении, что у него хорошие отношения с OpenA и остались, но он уходит делать свою LLM OS. И тут прикольный момент, потому что Карпатый был одним из первых людей в OpenAI. И, видимо, у него какие-то конфликты интересов возникли. Значит, он большие ставки на эту LLM OS ставит. Возможно, да. Так что надо последить. Давай чуть-чуть поговорим про LLM OS. Это что такое? Это операционная система, в которой плотно зашито LLM. Я правильно понимаю? Ты хорошо, что у меня спросил, но вообще тебе к Андрею Карпатому надо сходить. Я не знаю, что это такое. Как ты думаешь? Наверное, что-то типа да. Я, ну, в моей голове LLM OS, это когда у тебя просто окошко и все. И ты в него пишешь. либо говоришь. То есть, это как консоль Линукса, только с LLM-кой внутри. Ну, скорее, как консоль этого железного человека. Ты просто говоришь, а это OS уже все делает, что-то надо. Ну, звучит прикольно. Я попробовал бы такое. А прикинь, это будет что-то типа, это будет LLM-ка с большим-большим контекстным окном, в которую впилено описание операционной системы. То есть, она будет эмулировать операционную систему. и приложения всякие тоже. Ну, во всяком случае, если Андрей ушел, значит, у него прям большие планы на эту штуку. Ну, посмотрим. Скоро узнаем, наверняка. Так, ладно, у нас еще одна последняя мини-новость про OpenAI, и перейдем к следующей. Тоже плохая. Ну, как плохая, она спорная. Для кого как. Для кого как, да. OpenAI подавал в патентный офис США заявку на регистрацию торговой марки GPT, и ему было отказано. Как я ржал. Это очень смешно, да. Прям очень смешно. Типа, на что надеялись? Причем, ну, если они только сейчас ответ получили, значит, подавались они, скорее всего, там год, а то и больше. Ну, давненько, наверное, подавались, не знаю, как насчет год, но такие заявки могут долго рассматриваться. Короче, с чем бы это так сравнить? Это как если бы Microsoft пытался сделать торговую марку из слов операционная система, например. Ну, я бы не согласился все-таки. Так как есть, так как GPT это конкретная архитектура, конкретного, конкретный large language model, которую придумали в OpenAI. Да в Google придумали, мы уже выясняли с тобой. Ну да, нет, трансформеры в Google придумали, а Generative Pretrend Transformer это OpenAI сделал, и это только они используют Generative Pretrend Transformer. Ну, ладно, есть open-source на реализацию, но они первыми начали это делать. Ильюха Суцкевер там сделал большую часть работы в этих Generative Pretrend Transformer. Поэтому, ну, кажется, что в этом есть долика правды. Если бы это еще Илья сам лично подавал, было бы еще забавнее. Но в целом, да, термин стал настолько употребимым в обществе, что отказали. Мне кажется, если бы GPT, чат GPT не был настолько популярным, мы могли бы и разрешить это сделать. Наверняка могли бы. Мы придумали архитектуру, вы ее используете. Ну, слушай, у них зарегистрирован чат GPT уже как торговая марка. Что им еще надо, да? Еще хотели вот GPT на секундочку. Торговая марка это не патент, это же немножко по разной вещи, наверное. Нет, как торговая марка, чат GPT есть. На секундочку, вообще, если кто не понимает, что здесь происходит, да, это... это тоже торговая марка. Да. А это вот есть приписочки, TM, возможно, видели на продуктах. Вы можете зарегистрировать торговую марку, и никто больше не имеет права так называться, потому что торговая марка принадлежит вам. Никто больше не имеет права использовать Snickers в названии своего продукта, да, потому что Snickers это торговая марка компании Mars. То же самое могло бы быть со словосочетанием GPT, с аббревиатурой GPT, но не сложилось. А, то есть все бы продукты с GPT составным имени, они бы просто подпадали под законы. Конечно, да, конечно, да, конечно. А американский закон почти везде действует. Ну, вот поэтому я тоже поражал. То есть долика правды в этом есть, что-то там такое есть, но в целом ребята такие, а можно мы скосим очень много бабла и закроем очень много проектов? Американский суд такой, пошли. Ну, да. Они такие, спасибо, мы скоро вернемся. Да. Это что касается OpenAI. Следующая большая рыба это Google. Большая рыба. Google, 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 Google молодец в этом году. Вот они сделали три брендинга и они прям будто бы сбросили все вот эти вот потоки какашек, облепивших их и прям оставили вдохнули полную ручку. В старом году. Оставили барды, да. Пересели с одобрения Бардена и одобрения Джиминай. 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 Джиминай, господи. Фильм с Уиллом Смитом как называется в русском в русской переводе в этом дубляже? Джиминь он называется. Да, кстати. Смотрите. Близнецы, кстати, да? Джиминь, да. Вот. В общем, Google проанонсировал следующую версию Джиминя. Джиминя 1.5. Они показали по факту ранее-ранее превью. Потыкать ее пока что особо нигде нельзя. Единственная разница с Джиминей 1.0. Джиминей скорее о Джиминей про, да? Не про, а ультра. Ультра. Это то, что у этого Джиминя 1.5 контекст 1 миллион токенов. Один миллион. Один миллион. Один миллион. Один миллион. Мы в начале прошлого года, помнишь, обсуждали научную работу, в которой, по-моему, ребята выходцы из СНГ делали, где они теоретически только описывали, как сделать такое окно в один миллион. А тут год прошел. И судя по сообщениям, оно, блин, еще и работает. Понимаешь, в чем прикол? Судя по тому, что там уже на тестить успела группа, которые дали доступ, они говорят, что как минимум контекстное окно в 120 тысяч символов, которое в G5.4 сильно проигрывает контекстному окну в 120 тысяч символов в Джиминей. То есть берут просто здоровенный массив текста на 120 тысяч токенов, закидывают в G5.4, закидывают в Джиминей. И Джиминей прям чуть ли не с 99,9 процентов точности выдает абсолютно любую информацию из этого файла, в то время как G5.4 спотыкается сильно более часто. Это говорит о том, что... Один миллион токенов, это можно проект свой загрузить целиком. Ну, это если он не на JavaScript туда, наверное. Да, ну, без NodeModules. На JavaScript. Да, без NodeModules. То есть, как минимум, по тестам он работает лучше с большим контекстом, чем G5.4, и это прорыв. Я не видел сравнений с клоудом, кстати, у которого 200 тысяч токенов. Что странно, могли бы уже сделать. Ну, и из интересного эта моделька построена на, уже известна нам, Mixture of Experts, когда у тебя есть по факту оркестрация из нескольких моделей, более узкоспециализированных. Условно, там пишешь что-нибудь про науку, у тебя этот вопрос идет в одну модельку там с каким-то определенным параметрами. Пишешь про программирование, этот запрос идет в другую модельку, и все это под капотом работает вот на оркестрации моделей, которые в итоге отвечают тебе через один интерфейс. У нас отличный пример тут есть, чтобы просто люди понимали один миллион токенов, что такое. В него, например, влезет вся документация про полет Аполлона-11 на Луну. Камон, ну это вообще такой не сильно хороший пример, мне не нравится. Аполлон-11 летал на калькуляторе так-то, Аполлон-11 у него компьютер был в тысячу раз слабее, чем мой телефон. Нет, у него-то компьютер был очень слабый, но документация писалась-то прям, там уж много еще просчитывалось, не забывая, на компьютерах на Земле заранее. Ага. Не было до компьютеров на Земле. Только на Луне-то. Ну, в смысле, Аполлон-11 это какой год, тогда не было компьютеров, на логеритмической ринейке считали, наверное. Я вот сейчас тебе точно скажу. Ну, то есть у него компьютер был? Аполлон-11, 69-й год, какой компьютер? Ладно. Напишите в комментариях, был ли там какой-то компьютер. Был, был. Меня не так убедила документация на 400 страниц Аполлон-11. Меня больше удивило, удивили примеры с видосами, правда, про них говорит сам Гугл, что, типа, ты можешь 11 часов видоса в него загрузить. Причем именно видео как видео, не расшифровку, а прям сам видос. Поскольку это мультимодальная модель, они говорят, что туда и видео можно будет грузить, туда можно будет и картинки грузить. Это 30 тысяч строк кода среднестатистических. Чуваки в этот контекстное окно уже сумели загрузить там кучу разных проектов с Гиткаба, я не знаю, там, начиная от каких-нибудь моих любимых змеек, типа, разбери змейку, сделай лучше и заканчивая целыми фреймворками. Там чувак писал про то, что он фреймворк self-operating компьютера зафигачил в контекст Gmini, и Gmini ему, честно, не по каждой функции выдала ответ, что это за фреймворк такой, это здоровенный фреймворк AI, который там 50 тысяч звезд или сколько, и еще сама себя в него прописала, типа, сделала интеграцию. Короче, блин, здоровенный контекст, это прям какая-то тема. Да, мега тема. Ты, не знаю, это можно, прикинь, можно загрузить все документы, что у тебя есть, и про себя спрашивать, весь Obsidian свой скормить, и она будет знать про тебя все. Я-то свой Obsidian могу и в Ламу 7B забыть. Ну ладно, да, согласен, там вряд ли на 1 миллион заберется. Там эти 3 сантиметра. Да. Там, кстати, еще был прикольный пример, чувак, есть игра, 60 лет в космосе, по-моему, она называется, очень сложная. Чувак взял все доки по этой игре, скормил тоже в новую версию Gemini, вот, и игра, и Gemini стал разбираться в этой игре, его можно было использовать как консультанта по игре, по очень сложной. Вот это, кстати, очень прикольное применение, когда ты действительно сможешь эти системы использовать как консультанта. Там забавно еще вой подняли, что такой величины контекста, если они будут еще увеличиваться, они убьют так называемый RAC-механизм, RAG, который, Retrieval, Augmented, что-то там. Короче, это механизм, который помогает современным LLM-кам и моделям отвечать более четко на вопросы, потому что они имеют доступ к каким-то внешним базам данных. Это не про гугление, это именно про какие-то доступы к файлам твоим системным. То есть ты задаешь вопрос, и часть вопроса там ищется по твоим докам, а потом формируется общий ответ. Там можно специальным образом запоминать данные из этих баз. В общем, на болотах поднялся вой, что этот RAC скоро никому не будет нужен с таким контекстом, потому что ты просто будешь в этот контекст запихивать вообще все свои документы и все. Спасибо, до свидания. Это тоже прикольно. И в чате у нас один парень писал про, уж не помню кто, про прикольную концепцию новой памяти в устройствах. Вот у нас есть сейчас жесткая постоянная память, у нас есть оперативная память, появится еще вот типа память для контекста, в которую мы будем напихивать все самые нужные документы в момент. Короче, оперативная, оперативная память. Оперативная Ларш Лангвич Модел память. Оперативно-контекстная его отличное название. Контекстная память. Контекстная память. Когда мы просто будем насовывать все, что надо и работать с этим. Прям прикольная идея. Ты смотри, это ведь вообще по сути новое облако. У тебя все твои файлы скармливаются LLM, которые где-то живет на серверах Google. Потом ты, например, поменял телефон, файлы, может, уже потерялись, а она все помнит, все знает. Ты можешь просто приходить к ней. Не спрашивать всякое. Я еще раз в этой ситуации поразился тому, насколько все быстро двигается. Вот, когда мы обсуждали с тобой еще раз год назад статью о том, что там можно как-то сделать контекстное окно 1 миллион, там я точно помню, ребята в Твиттере, кто разрабатывает LLM, они писали, что все, теоретический максимум это вот 32 тысячи токенов. Вот сейчас G5.4 нам показал 32 тысячи токенов. Это максимум. Это хватит, во-первых, всем, во-вторых, там дальше у нас линейно, точнее экспоненциально растет количество вычислений, невозможно. Проходит сколько? 10 месяцев, у нас 1 миллион. Ну, пусть даже не подтвержденный, но там 120 тысяч там точно есть. просто эти ребята у Твиттера, у ЧАТа 5 не спрашивали. Вот гугловцы спросили и теперь знают, как сделать. Да, прекрасный новый мир, скоро у нас все будет по-другому. И оперативка, и контекстная память, и все еще на процессоре, прям нейроморфном. И видосы генерятся. То есть ты такой родился и просто будешь приходить где-нибудь раз в год в какое-нибудь отделение, местное отделение OpenAI, будешь приносить туда всю скопившуюся за год информацию, они будут на ней до обучайствования персонального ассистента загружать его в память твоего какого-нибудь носимого устройства с нейроморфным процессором. И дальше ты опять будешь год с ним ходить и просто год где-то копить информацию и пользоваться. Забавно, что даже в этом варианте ты бюрократию придумал, Леша, все равно надо куда-то записываться, куда-то приходить. Конечно, конечно, децентрализованные ииты, что это? Это будущее совсем далекое. Кстати, я Gemini, Господи, я продавливаюсь под ваше давление, ужас. Gemini меня радует, я им пользуюсь последние две недели. Если кто вдруг еще не пользовался, попробуйте. 20 долларов подписка, у меня же была подписка на Google One за 10 долларов, я покупал место у Google One. На прошлом выпуске я купил себе подписку Gemini, мне просто поменяли подписку с Google One на Google One AI. Я теперь просто на 10 долларов больше плачу, но имею доступ к Gemini Ultra по подписке Gemini Advanced. Ужасный нейминг. Господи, она лучше, чем бесплатная. Короче, она лучше, чем бесплатная, абсолютно точно, она лучше, чем Pro, Gemini Pro бесплатная. Что забавно, на задачах программирования я не то, чтобы много успел ее поюзать, но видел отзывы, там какие-то питоновские скрипты, писал для личных своих нужд. Она пишет хуже код, чем КПЛ Чатцы, прям сильно хуже, ну и чем GPT-4 соответственно, но она работает сильно приятнее с текстами, так как я еще часто делаю тексты для описания видосов в Ютубе, если я пишу GPT-4, там, не знаю, вот тебе короткий блок информации, сделай из этого описание релевантное для Ютуб видео, то Чат-GPT выдает будто бы сильно over-engineered текст, он будто бы, будто бы ему надо сильно больше потом дополнительной информации и требований писать, чтобы он из него сделал нормальный человекочитаемый текст. Это вот как с Меджорни было и Дали. Меджорни надо писать здоровенный промпт, ты получишь вкусняшку, а Дали ты просто написал, и ты получишь не вкусняшку, но вот сразу то, что тебе надо. Тут то же самое с текстами обычными. В Чат-GPT-4 там диалог на 10 сообщений, чтобы получить что-то вменяемое. В GPT-Ultra я закинул, и мне буквально первым же сообщением он такой, на, держи. Я такой, вау. Джимми не только ультра. Класс, спасибо, пойду вставлю. Не в GPT-Ultra. Джимми не ультра, Джимми не ультра. Поэтому с текстами он мне прям сильно больше радует. Ну и интерфейс там не такой жестко, жестко техничный, я бы сказал. Короче, мне нравится, я использую то и то. Блин, ну классно. Я эту деку раздолбаю, пока мы тут выпуска пишем. Держись. Держись в руках, Леша. Да. Из забавного, кстати, связанного с Джимми не тоже надо упомянуть. Ты видел вой на полях, скажем так, о том, что Джимми не сверх перекручен по дайверсити? Точнее, имидж-генератор Джимми не просто жесть какую выдает. Да, да, видел, видел. То есть там люди, короче, просят, типа, нарисуй мне картинку ванильного пудинга, который предсказуемо должен быть белого либо желтенького цвета, Джимми не выдает картинку пудинга из какао коричневого. Люди такие, отлично, что-то здесь не то. Нарисуй мне там королеву Елизавету там в таком-то инвайрменте. Да, он ее рисует черной. И три из них это черная королева Елизавета, и две из них еще и азиатская. Да. И все такие, чего вы, что там перекрутили, ребята? Вот видишь, Netflix уже купил Google, Леша. Это забавно, и ладно, если бы это был просто какой-то, знаешь, забавный перекос, но Google сам в Твиттере, там один из разработчиков сказал, что мы уже фиксим это, что да, у нас действительно какая-то проблема. Скоро всех будут рисовать, будут рисовать как положено. Но в целом подгорело у сообщества, и у меня тоже. Ну как, ты просишь нарисовать тебе, блин, ванильный пудинга, тебе рисуют какао-пудинга. Ну что это за фигня? Слушай, а раньше, например, в Миджорне был прикол, когда просишь нарисовать обычного человека, в 100% случаев это белый был европеец. Так оно же понятно, почему это перекос выборки. Ну да. Типа, в чем проблема? Ну так-то азиатов больше. Вы инклюзивность свою уже пихаете не туда, куда надо. Люди просто будут из-за этой инклюзивности, в том числе и те, на кого это направлено, они просто будут отторжение получать, потому что тупо с этой системой нельзя сделать нормально свою работу. Ты сценарист, ты пришел и хочешь получить референс изображения цисгендерного мужчины, чтобы снять просто разносное видео о том, что цисгендерные мужчины захватили весь мир. Ты не можешь его нарисовать. И ты не можешь его нарисовать, потому что нет, все, мы накрутили так, что нет больше такой проблемы. Нет больше цисгендерных белых бородатых мужиков. Ты представь, как культура отмены вообще просто возрастет с тем, что можно будет запрещать гнилировать кого-нибудь или что-нибудь. Ох, это жесть. Это жесть. Это отдельный большой пласт. Представь, в будущем... Короче, Google перемудрил. Одно из самых серьезных наказаний. Ладно, одно из самых серьезных. Я погорячился. Но если сейчас люди там боятся какого-то бана в Твиттере, например, или чего-то еще, то в будущем будут бояться того, что тебя запретят в нейронках. И что нейронки перестанут про тебя знать. А, то есть тебя запретят... Твоё цифровое продолжение твоего самосознания просто будут... Да, и все знания о тебе тоже просто вот заканцеллены. Рекрутер тебя ищет. Ну, для кого-то это будет за счастье, на самом деле. Для кого-то, да. Для кого-то, да. Ну, представь, тебе рекрутеры ищут, да, и про тебя ничего не знают, чай от GPT пишут. Что за разработчик Алексей Картинник? Он говорит, я не знаю. Можно круче придумать. Представь, Илон Маск покурил косячок, это не понравилось инвесторам, но завтра Илон Маск вообще нигде не появляется в инфополе. Как не может достучаться до аудитории? Он поэтому свою ламку и делает, чтобы такого не произошло никогда. Это которая лама, да, переделана? Сейчас тебя опять в комментариях насуют за ламу переделанную. Откуда ты знаешь, что там переделана лама, Леша? С Маском вчера косяпку я вам не рассказывал. Вот это вот уже и невозможно. Провергнуть, кстати. Да. Что еще Google сделал? Google пока... Google вообще... Ну, короче, молодец. Они в Open Source пошли. Вот это неожиданно. Как прочитал, так и сел. Google в Open Source. Ладно, Google до этого в Open Source, конечно, бывал, но в Open Source и я им, по-моему, впервые. Впервые. Показали они модель с открытыми весами под названием GEMA, JAMA, JAMA, JAMINA, GEMA, короче. Напишите, как правильно. Мне кажется, они хотели назвать... Наверное, там наш человек сидел в разработке. Он назвал GEMAR. Ему сказали, что слишком жирно. Давай берем одну букву. Типа Open Source выкладывать, GEMAR какой-то. Сетка GEMA на 2,7 миллиардов параметров она существует. По тесту ее уже можно и в Hugging Face в чатах, и в Perplexity Labs, и много где она есть. Из интересного, по тестам, которым мы, конечно же, любим, в кавычках, доверять, но в целом, по тестам она превосходит LAMU 2. Прям превосходит очень сильно на том же количестве параметров. Кто-то даже говорит, что оно превосходит LAMU в 30B. То есть 7-миллиардная модель, которая запускается даже на вашем карче, превосходит модель в 30B, которая на вашем карче уже не запускается. Интересно. Нормально. И не проверишь же, она же не запускается, правда. И не проверишь, да. Я думаю, они просто через эту GEMU открыли какой-нибудь G-Mini. Не Mini, а как он назывался? Я постоянно путаю. Не Mini назывался. Короче, самую свою младшую модель G-Mini. Да, возможно, кстати. Они, видимо, под капот засунули. Ну, потому что она же все равно будет у них крутиться на пикселях новых, скорее всего, в этом году. И, типа, сделать ее опенсорсной, ну, это вопрос времени. Там на пикселях бы ее расковыряли. Ну, да. Слушай, Android же все еще опенсорсный, я правильно понимаю или нет? Да, 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 да. Ну, да, это Ямаху дал, что Google Open Source. Google выяене Open Source. Да, выяене. Это прям что-то неожиданное. Так, ладно, давай дальше к Google немножечко перейдем. На самом деле это никакой не релиз, просто инсайдерская информация, скажем так, у Google есть гусь. Гусь! Да, гусь! 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 Кто смотрел? Как закалялся стайл? Напишите в комментариях. Гусь! Ты дебил! Короче, гусь называется модель, переводится, собственно говоря, как гусь. Что это такое? Это ютубовский, господи, простите, это гугловский копайлот. Гугловский копайлот, который натренен на гугловском коде, причем сообщается, что на лучшем гугловском коде, на самом... Такое есть. На самом клинкоде, что есть у Google, они взяли весь этот код. Да ладно, они... Натренировали вот этого. Они его сделали, да. Гусь. Кстати, гусь, по-моему, это гусь вообще во множественном числе, если я не ошибаюсь. Гусь и гусь. И так, и так можно. Короче, ладно, не буду заранее уровень своего английского демонстрировать. Вот. Собственно говоря, это все создавался в коллаборации с Google Брейндом, DeepMind, и вообще всеми внутренними отделами Google, вот для того, чтобы наверняка люди на местах не использовали GitHub Copilot, потому что что-то свое не сделать. Ну, я все-таки думаю, что они эту штуку сделали для того, чтобы хоть как-то нивелировать кучу layoff, которые прошли в компании. Думаешь, из-за этого? То есть это же просто. Это же просто. Смотри, есть GitHub Copilot, который им в Google использовать, скорее всего, нельзя, потому что внешняя система. Надо что-то свое придумать. У меня большой вопрос, почему они просто не сделали какой-нибудь Gmini Pilot? Зачем называть это постоянно новыми названиями и обязательно, чтобы они у вас где начинались, это какая-то стигма какая-то у основателя, наверное. Но в целом, вот они взяли, сделали этого гуся, сказали, вот вам программисты родные гусь, используйте его, он ваш персональный улучшатель перформанса. А зачем он улучшает перформанс? Ну, для того, чтобы как-то вот этих увольных чуваков компенсировать. Уволили 100 тысяч, надо, чтобы остальные 100 тысяч два раза эффективнее работали. Они 100 тысяч уволили, ничего. Ну, это я условно, там не 100 тысяч, там тысячи, порядке десятков тысяч за несколько лет. Ну, и пожалуйста. А, то есть ты хочешь сказать, что это уже, по сути, замена людей AI-м? Это не замена? Ну, да, да, да. Я хочу сказать, что это знак того, что учитесь, блин, пользоваться, работать вместе с AI-ассистентами, если вы разработчик. Потому что в Google, вот в этот, я прям зуб даю, через пару месяцев мы увидим, у них будут на собеседованиях спрашивать, ты гусям умеешь пользоваться? Ну, ладно, не гусям, ты там пользуешься какими-нибудь чатами? Потому что у нас на работе надо, чтобы ты перформил X1000, а X1000 тебе даст только наш чат, гусь. Так что, и что там, как ты к гусям относишься? Если ты скажешь, что я old, я не люблю это, я все с нуля пишу, тебе скажут, до свидания, у нас тут 99% кода boilerplate, нам не надо, ты чтобы boilerplate писал, нам boilerplate гусь напишут, а ты как бы, ты как бы пасти гусей, надо всем переквалифицироваться в пастухов гусей. Пастуши. Блин, не могу придумать, как это правильно называется. Короче, ребят, я, если вы не поняли, что сейчас было, я вам переведу с Лешиного на человеческий. Учитесь, как пользоваться нейронками в своей работе, в будущем вам это очень пригодится. Ну, по-любому. Google прям прямым текстом сказал, что мы с помощью гуся будем повышать эффективность работы, разработки новых продуктов. Читай, повышать эффективность наших программистов. Читай, будем набирать на работу только тех, кто умеет пользоваться этими системами, потому что они для нас априори более эффективные. Все просто. Да. Но гусь, почему все с га начинается? Гоу, гусь, джимини. Гема. Гема. Только бард, с беда, и того закрыли, понимаешь? Наверное, поэтому и закрыли, я думаю, потому что надо было гард называть, тогда все нормально у них пошло. Ну, слушай, это как у Яндекса, прости господи, у них же тоже там я, пробки, я... Что за компания такая? Да была такая когда-то. Тотал, который с ИСИИ, все хорошо? Да, 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 лидер, мировой лидер в искусственном интеллекте. Да. Что за гусь? Там уже в чате спрашивают, а вот переслушаешь записи, гусь, это, это тебя, знаешь ли, это сейчас фундаментальная вещь у угла будет. Гусь, почему гусь? Да, вот так вот и отвлекайся от подкаста. На секундочку, да. Уже... Пить чай, пить чай, товарищ, пить чай, пожалуйста, напишите нам в комментариях, что за гусь? Что за прикол? Да, мы бы тоже хотели знать, что за гусь, если честно. Ладно, давай перейдем к следующей большой рыбе. У меня есть классный переход. Смотри, мы просили господина пить чай, да, рассказать нам про гусей, а сейчас мы попросим господина Наделлу рассказать нам про НЛО. Про НЛО. Да, вот такой вот у нас сегодня подкаст, ребят. Подводка в том, что и там, и там ребята из Индии, ну как бы ладно. Ладно, я думал, что и там, и там странно. Короче, Microsoft релизнул фреймбург под названием НЛО, ну, УФО точнее, UFO. Да, УФО. Кстати, ты знаешь, что официально сейчас УФО не УФО называется в английском языке, они поменяли терминологию года два назад официально. А вот сейчас я скажу, УФО это было минутка, это, минутка знаний. УФО это Undefined Flying Objects, а сейчас оно называется U-Up, Undefined Anomalous Phenomen. А чем Flight Object был плох? Потому что не всегда это летающий объект. А, иногда же они забирают тебя на опыты. Во-первых, не всегда летающий. Логично, да. Ты, кстати, видел НЛО когда-нибудь? Ну, если по-честному. Да. Я тоже. Ну, это мы оставим на какой-нибудь спешной кассете. Да, да, да. Да, можно вообще, блин, может запишем туда. Да, ребят, те самые кассеты, которые можно выиграть, там на стороне А будет наш музыкальный альбом, который можно прямо сейчас послушать на стримингах Artificial Intelligence в любой музыкальный стримингах. А вот на стороне Б, кассета-то двухсторонняя, будет уникальная записи и подкасты, которые будут только на этих кассетах. Поэтому часто возможно и про НЛО. Посмотрим. Но она будет прикольной. Это точно. А теперь расскажи нам про НЛО от Microsoft. Неужели они скрепку вернули? Если б же. Но практически. Короче, Microsoft релизнул и агент, который во-первых юзает GPT Vision у себя под капотом, а во-вторых может манипулировать открытыми окнами. Если посмотреть Special про MachineNet, то это MachineNet в целом. Очень похоже на MachineNet. Что с этим можно... Ну, ладно. MachineNet пока выглядит сильно красивей, но что с этим можно сделать? Ты можешь писать открой мне такое-то приложение, сделай в нем то-то. можешь просить править себе там хоть реестр. Оно все это будет делать. Оно знает, как открывать приложения, знает, как с ними работать. Оно может понимать абстрактные задачи, в духе того, давай отправим письмо Леше, оно откроет почтовик, причем нужный почтовик, когда найдет Леше в контактные книги, оно начнет писать письмо и само нажмет кнопку Send. вот какие-то системные логи, у них появится целый фреймворк для винды, который можно будет дать продукт. Ну конечно, тебе выкатили фреймворк, тебе выкатили штуку, на базе которой ты можешь строить свои продукты, и MachineNet это самый тот продукт для этого фреймворка, они один на один матчатся, один в один. Вообще да, кстати, слушай, классно, тогда я рад за MachineNet. Другое дело, я не понял, нафига они тут вообще юзают OpenAI, если, я ожидал, что этот фреймворк будет давать доступ к каким-нибудь системным библиотекам, виндовам, которые были закрыты, то есть каким-то, не знаю, функциям, не знаю, интеракции с окнами, а они скорее всего там в том числе скринят твой экран. Так что интересно было бы узнать от тех, кто попробовал уже, может быть, Уфо, как с ним работать, как он там на уровне кода этого работает. Действительно ли это просто распознавание картинок окон, либо там есть какие-то более интересные штуки с опишками внутренними домами. Ну, вроде как, не просто распознавание окон, но фига его знает. Сделаем третий спешл с машинетом, когда они продадутся в Microsoft. Да, зачем нам делать спешл, если мы просто можем назвать рубрику AYA плюс машинет, где мы разговариваем. Будем просто Влада просто с Владом общаемся, да, почему нет. Стабилити AI. Стабилити AI заанонсил AYA и что, буквально два часа назад перед нашей записью. Ты встал в очередь на Stable Diffusion 3? Нет. А что, можно? Да, есть white list. Можно встать и записаться в него. Там почему-то нужен Discord ID. Он всегда нужен был, не знаю почему. Может, они... я не становился тоже, потому что... Да нет, вряд ли. Я не становился, потому что меня и XL-то не тянет на моем корче, но энтузиасты наверное уже стоят. Короче, стабилити я заанонсил выход Stable Diffusion 3. Текущая версия у нас Stable Diffusion что там, XL Turbo, по-моему, да, быстренькая. Судя по тому, что они написали, это будет вау-вау-вау, как круто, и больше особо ничего неизвестно. Показали картиночки, показали, что с текстом он еще лучше работает на картинках и ВСЁ. Ну, это прям какая-то суперновая новость, да, у нас даже в сценарии сначала не было. Ну, она типа вот три часа назад она в чате появилась и статью выпустили тоже буквально часа три назад. Блин, прикольно. Еще более фотографично, еще более классно с текстом, короче, еще более-более. Но не только стейбл диффьюжном единым, потому что ребята показали новую модель, тоже опенсорсную, называется стейбл каскейт, или, как мы говорим с тобой, стейбл каскад. Точнее, стейбл каскад. Точнее, да, это не то, что модель, это ресерч превью новой модели, естественно, опенсорсной, которая построена на архитектуре в Пуршстен. Давай. Ничего себе, ты прям даже выговорил. Ага. Работает на уровне стейбл диффьюжн 2, вроде как, говорят. Ее можно самому файн-тюнить достаточно простенько. Ну, в этом ее основная фишка. в том, что можно стейбл файн-тюнить. Берете и файн-тюнить. Там через лору можно файн-тюнить, через механизмы, которые мы видели в ControlNet. Короче, кажется, будто бы еще более удобная опенсорсная штука для своих личных каких-то задач. Не очень понятно, зачем делать отдельную модель. Думал, они уже будут... Потому что она на архитектуре другой. Вот эта вот архитектура Вурштен, она... Это, короче, это... Вурштен and Eficient Architecture for Large Scale Text-to-Image Diffusion Model. Это прямо на уровне научной бумаги предложена архитектура работы вот с диффузионными моделями. Бумагу эту, сам пейпер, выпустили 16 января. И на основе вот этого вот пейпера запилили вот эту модель. Ну, посмотрим, как она будет работать. Говорят, что ее пока сложно получить, потому что это Research Preview. Вот Валера в чате пытался для платвы получить, пока что не получил. Но если таки начнут ее всем раздавать, то станет еще сильно легче делать контент для взрослых, потому что можно слегка файтюнить эту штуку. Будем, короче, посмотреть, что из этого получится. Стабилития вообще молодцы. Просто в Open Source зафигачивают, все у них отлично, и денежка им тоже, кстати, капает. Помнишь же, они еще полгода стояли на пороге закрытия, уже монетизация есть своя, они же предоставляют доступ и серверные мощности к своим модельщикам. Так что ребята молодцы, выгребают потихонечку. Ребята выгребают, знаешь, кто еще выгребает и непонятно, что именно от этой коллаборации. Илон Маск и Меджорни, мы все с тобой гадали, кто же именно заколлаборируется с Меджорни первый, кто получит первую опишку. И я думал, что это будет кто угодно, но не Маск, но этом, судя по всему, будет Маск. Судя по всему, опять же, это еще не точно, но есть тизеры того, что Маск разговаривает с Меджорни по поводу партнерства и интеграции Меджорни в своего Грока. Вообще непонятно, что к чему, типа, зачем ему Меджорни сдался, что, а, ну, наверное, потому что все картиночки уже умеют генерить. Да, он хочет, чтобы Грок генерировал картинки. Потому что Лама 2 картинки не генерит сама по себе. Да, плюс в рамках партнерства они вроде как договорились, что Твиттер будет помечать все картинки, сгенеренные Меджорни лейблом generated using AI. Непонятно, правда, как именно они будут определять, но, опять же, может, какие-то эти самые ватермарки будут запихивать. Вот кому нафиг вообще этот Грок нужен? Вот объясни мне. Я Твиттеру-то не особо хочу платить, я ему и не плачу. Вот кто-нибудь видел этого Грока в глазах? Вот, ребята, слушатели, вот кто реально, вот без трендежа, просто напишите в комментариях, кто реально пользуется Гроком. Кто, блин, платит этих 20 баксов за то, чтобы иметь доступ к ЛЛМке, которая есть, блин, везде по уровню своей мощности? В чем прикол? Вопрос хороший, но, не знаю, Леш. Я вспоминаю про Грок только тогда, когда про него в новостях пишут. Я такой, ой, точно, это у меня вот тут вот в интерфейсе этого XR может еще Грок появиться. большие фанаты Твиттера, может быть, они покупают. Наверное, там Илон Маск один просто платит за все это. Да, за всех пользователей. это очень груб. Ну, а что нет, пускай будет. Конкуренция какая-то. И куда они в Миджорни впихнут? Вот куда они его впихнут? Куда? В Грок? Скажут, теперь у нас подписка через нашу... Я боюсь, чтобы Миджорни не сказал, что, ребят, мы передумали делать веб-интерфейс, мы решили, что у нас профит не будет, что вы Грок купили. Да, купите Грок, и тогда у вас все будет. Вот я этого не хочу сильно. Не, я думаю, что это будет сотрудничество на уровне OpenAI и Microsoft. Когда Microsoft использует этой фишки OpenAI, ну, хотелось бы верить, потому что Миджорни слишком крут для того, чтобы хранить его в Гроке. Честно признаться. Надеюсь. Валера пишет, благо есть в BlueSky. Да кому нафиг нужен твой BlueSky? В BlueSky сидит три человека. В Mastodon переходите. Ну, там четыре. В Mastodon свой персональный сервер. Где? В Mastodon 14 миллионов уже. Ладно. В BlueSky тоже там сколько-то миллионов, но в целом... Кстати, кажется, что вот в этой борьбе твиттероподобных систем выиграл таки X. Да. Все в нем остались. Да. И лимиты там уже не чувствуются. Вроде их подкрутили. Раньше их прям чувствовал, а сейчас я прям их перестал чувствовать. То есть, можно читать нормально. И внезапно выбился Threads. Threads тоже. Я посмотрю, иногда в него я там ничего не пишу, но там есть жизнь. Кажется, будто бы это мог быть договорняк между Маском и этим Цукербергом. Сначала они там бой назначают, потом они шатают твиттер оба. Ну это что тебе все договорняки-то, договорняки? Просто так получилось. Да потому что, ну, по факту, во всей этой истории обмазанной какахами со всех сторон, где по всем параметрам три злодея и один добрый игрок это Mastodon. Ну, выиграл Цукерберг, а Маскер проиграл. Два самых больших злодея. Выигрывают два самых больших злодея. Это да. Ну вот. Я думаю, договорняк. Ну, как знать, может быть, может быть. Ну да ладно, это в топик. Как это не побомбить с Маскота? Ладно, давай заканчивать на большей рыбой и переходить к науке и технике. Наука и техника. В науке и технике буквально одна новость, я даже ссылку забыл впихнуть, ну, в описании будет ссылочка. Короче, внезапно AI научились применять в физике, а конкретно в исследованиях этих термоядерных реакторов и стабилизации плазмы. И это прям офигенская новость. Значит, есть такой университет, называется он Принстон. Я думаю, многие слышали про этот университет. И в Принстонской лаборатории плазмы достаточно, одна из самых крутых лабораторий изучения плазмы. Плазма, если кто-то не знает, это агрегатное состояние, в котором может находиться тело, вот огонь, это что-то похожее на плазму. И, короче, самая большая проблема сейчас, у нас есть ядерно, атомные станции, они очень грязные. Атомные станции расщепляют атомы на какие-то другие атомы и получают энергию. При расщеплении получается куча. Это же никуда на внешку не идет. Ну, грязные в том смысле, что там дофига всяких элементов появляется при расщеплении, которые могут нести радиационную опасность. Гамма, альфа-излучение, что там еще, бета, гамма, ну, короче, разные излучения есть, разные штуки, которые плохо могут на вас пов... Ну, и грязные, не в этом плане, на самом деле, грязные в том плане, что топливо у тебя остается, и оно радиоактивное. Топливо поэтому грязное. А есть альтернатива, которую все думают уже лет сколько, 50, наверное, все никак не могут придумать, это термоядерное. Термоядерный синтез. Тут у нас разбиение атомов, а тут у нас синтезирование, то есть слияние. Да. Ну, это же такая, если я правильно понимаю, то это на грани научной фантастики такое сделать в реальности. Это не на грани научной фантастики, это все давным-давно описано теоретически, оно все могло бы работать, если бы не одно но. Там столько много зависимостей при так называемом поджигании синтеза термоядерной реакции, поджигании, то есть при инициировании вот этой вот реакции, что мы не можем, ну, а по факту у тебя плазма образовывается, то есть у тебя слияются ядра атомов при очень высокой температуре, она столько высокая, что это плазма, вот в плазме у тебя все это происходит. И ни одно по факту, короче, невозможно эту плазму удерживать ничем физическим, нельзя просто в баночку это все залить, да, и как-то там поджечь, и оно все в банке будет работать, банка сплавится. Единственный вариант, который придумали, это удерживать плазму магнитными полями, но там все настолько быстро меняется, что подстраивать эти магнитные поля под текущие условия, вот я сейчас утрированно, меня, конечно, закидают какахами ученые, там по-другому, в целом, подстраивать эти магнитные поля он-деманд, он-де-флай, на лету, очень сложные, поэтому там те такомаки, которые сейчас существуют, такомаки, это вот штуки, в которых этот поджиг пытаются сделать, они могут буквально там поджечь эту плазму на маленьком объеме, на несколько там, на маленькое время, и все, дальше она тухнет, дальше мы не знаем, что делать. И тут в Принстонском университете говорят, а что делать? И я и подключаю, и я и нам прям на лету просчитывает нужная характеристика для магнитного поля. И все-таки, ух ты ж, нифига себе, так можно было. Пока что непонятно, получилось или нет, но, по крайней мере, Принстонский университет громко кричит, что мы уже в этом направлении работаем, и скоро вот-вот мы вам покажем, как можно удерживать плазму через вот эту вот нашу систему, которая с помощью Яя будет физический environment подстраивать. Давай чуть-чуть небольшой экскурс. Ты понимаешь, что нам даст термоядерная энергия? Типа много дешевой электроэнергии? Да, конечно. Конечно, конечно. Там у термоядерной энергии, во-первых, она чистая, это проблема с загрязнениями, там, со всякой вот этой штукой, что в Чернобыле было, хотя такое сейчас маловероятно. Во-вторых, у нее КПД сильно больше, в-третьих, насколько я понимаю, тут я могу ошибаться, погуглите, но, по-моему, процесс преобразования условно в электрическую энергию, термоядерного синтеза, он не такой чопорный, как в атомной станции, где это все просто преобразовывается в пары, паркрутит турбины. Это было мое самое большое разочарование детства, когда я взял книжку и почитал, как работает ядерная энергетика. Я тут представлял себе какой-то футуристичный процесс, и оказалось, что это просто очень большой кипятильник. Да, да, существуют же варианты преобразования прямой там солнечной энергии в электрическую, эти элементы Пельтье, всякие фототранзисторы, но дело в том, что там КПД ну прям еще меньше, ну и плюс оно плохо масштабируется, очень дорогостоящее. Термоядерная станция, у них КПД прям сильно больше, и короче, это сильно более дешевая энергия в случае, если технологию получится делать дешевой. Класс. Ну и плюс, это же синтез, это синтез ядер зачастую не ради, ну условно ты, я не помню, не знаю, там надо почитать, что из чего там преобразовывается, но условно у тебя продукт, из продукта, который получается после термоядерного синтеза, ты можешь делать еще что-нибудь, потому что у тебя получается там условно какой-то другой металл, не знаю, надо посмотреть какой металл, может медь какая-нибудь, это я сейчас вообще на потолок, то есть ты провел реакцию, взял там два куска одного металла, оно там все просинтезировалось, или там не металл, а чего-нибудь, а на выходе у тебя получился еще один кусок металла, который ты пошел на завод, занес и еще что-нибудь сделал из этого. То есть такое безотходное производство практически. Ну, там зависит от того, что сжигают, но практически, да, можно делать вот такое безотходное, чистое, что самое главное, не сильно фонящие радиации, отходство, отходство. То есть ИАИ поможет решить вот ту самую проблему невозможности сейчас проводить такие реакции. ИАИ может помочь с проблемой удержания плазмы. Это самая большая проблема, мы не знаем, как удерживать плазму. Мы знаем, как ее распаливать, разжигать, мы не знаем, как удержать ее, чтобы эта реакция происходила несколько, там, не очень короткое время, чтобы она постоянно протекала. И вот тут нам может помочь ИАИ. Блин, круто, да. Слушай, ну, вот это вот то самое применение ИАИ, которое лично мне хотелось бы видеть везде. Не рисование картиночек, а прям реальная наука. Ну, это прям прикладное применение. Если вам интересно, сходите по ссылке, почитайте, и насыпьте обязательно в комментариях, в комментариях, что вы там прочитали, и в скольких местах я соврал, потому что я нифига не шарю. Ну, не соврал, а ошибся, да. Давай так. Вряд ли ты специально. Кстати, у меня тут недавно интервью вышло, в котором тоже можно про физику послушать. Ну, как. Ладно, это офф-топ. Ну, ссылка все равно будет в описании. Да, спасибо, спасибо. Там про базовую физику можно. Короче, все, забили. Так, ладно, давай переходить дальше. Рубрики «Закон, закон и порядок» сегодня не будет. Словом, конечно. Зато будет рубрика «Что еще?» Что еще? Еще «Large World Model». Это не «General World Model», как вы, возможно, могли ошибиться. Та самая, про которую мы сегодня говорили. «Large World Model» — это мультимодальная моделечка. Open Source, наверное, секундочку. Которая принимает на вход практически все. И то же самое отдает на выход. При том, что у нее еще очень крутой механизм понимания. У них есть примеры. На гитхабе ссылочка будет в описании, где они загружают видос чувака в костюме Тирекса, который ездит на скейте. И она прям говорит, что это чел, который ездит на скейте в костюме Тирекса. Она понимает мемы очень неплохо. То есть там есть Vision. Она может генерировать картинки, как бы и текст. Поэтому, блин, это очень круто. Получается, что появляется конкурент потихонечку у GPT Vision. Еще и Open Source. Да, да. Это прям большая новость. Причем, что репозиторий не сильно еще распиарен. Там 5,5 тысяч звезд всего лишь. Но многообещающая штука. А вот ByDance. Да, вот ByDance. Тоже в последнее время. Да, зачистил. В прошлом выпуске мы рассказывали, что они три новых продукта запустили. А в этом выпуске на прошлой неделе они показали свою... Я даже не знаю, это модель или не модель. Боксиматор. Там пока что мало понятное, то ли это продукт на базе чего-то, то ли это конкретная модель. Но факт в том, что они научились делать качественную анимацию с картинок. Ты загружаешь в эту штуку... Загружаешь в эту штуку картинку, указываешь область, которую нужно анимировать. На выходе получаешь видео, которое анимирует эту область. И анимирует оно ее не так, как мы видели в Gen 2, в этих... В Picolapse, когда у тебя там что-то во что-то преобразовывается. Не знаю, там пицца главное преобразовывается в подбородок. А там действительно нормальная анимация, как что-то там... Собачка бегает, кит прыгает. Она не такая гладкая, она сильно покадровая. Видимо, технология экспериментальная. Но это ByteDance. Они пока показали только, как это выглядит без особых подробностей. Если они такую штуку в TikTok встроят... А ByteDance-то и есть в TikTok. Ну, по факту, да, это компания, ByteDance-компания, которая их основала, то я думаю, фильтры в TikTok заживут на новом уровне. Ну, прикиньте, вам даже не надо будет видео делать. Вы загружаете фотку свою и дальше анимируете ее как вам заугодно. Будет еще больше TikTok, богу TikTok, короче говоря. Я, кстати, когда прочитал новость, что Altman завел TikTok аккаунт, я, знаешь, что подумал в первую очередь? Что было генерировано? Типа вот сейчас OpenAI... Не, OpenAI заживет наконец-то. Будет много подписчиков, смогут рекламировать. А, блин, слушай, да, и рекламировать. Знаешь, Altman будет рекламировать там какой-нибудь китайский телефон, нож-кредит, гэмблинг. Да, OpenAI они такие. Но они, кстати, курс еще запустили, мы вот сегодня косвенно упоминали. Часовой курс на платформе Learn Prompting. Я, кстати, никогда раньше не видел эту платформу. Бесплатный курс. Курс за час расскажет вам, как пользоваться чатом GPT. Что, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, вот надо людей целый час учить тем, как пользоваться чатом GPT. Ну, теперь уже, видимо, да, там уже столько функций, ты сам говорил. Там же и плаги, и GPT, и анализ. И что там нового. И веб-браузинг. Что там нового. Этот курс хорош был бы, например, для нашей мам. для наших мам. Но наши мамы навряд ли понимают английский. Слушай, так может он и рассчитан на тех людей, которые еще совсем не знакомы с чатом GPT? Нет таких же много еще? Да, да, он на них и рассчитан. Он на них и рассчитан. Ну, с другой стороны, это насколько тебе надо хотеть погрузиться в чат в GPT, что вот ты еще не допираешь, как им пользоваться, но уже бежишь курс проходить на какой-то платформе. Ну, вот, например, кто-то случайно зашел к нам на подкаст, послушал, и такой думает, е-мое, надо срочно учить чат в GPT. А ссылочка-то в описании уже есть. Пожалуйста, переходите и учите. А знаешь, где еще можно хорошими курсами пользоваться, учиться? На Anivaclub. Конечно. aw.club. Сначала там зарегистрируйтесь, потом уже. Да, потом уже на OpenAI лезьте. Тут такой положняк, ребята. Ладно. Кстати, о положняке. Как положено, я написал статью в наш блог, в блог Anivaclub. А писал я там, в том числе, про Eleven Labs, если кто-то забыл, что такое Eleven Labs, это тот самый... Eleven. Eleven Labs, это тот самый стартапчик, который умеет генерировать хорошие видосики. Нет, ты не угадал. Ты ошибся. Аватарчик. Не видосики. Аудио. Аудио, да. Они только аудио делают. Угу. Не подлог. Видосики хайген делают. Да, точно. Заговорился немножко. Да, сорянчики. Действительно, аудио. Короче, ребята, завершили раунд инвестиций B получили 80 миллионов и отчитались о своем текущем состоянии дел. И, внимание, услугами Level Labs на данный момент пользуются около 40% компаний из списка Fortune 500. Это практически все самые богатые компании мира. А если, подожди, а если это 200 компаний с конца? Да-да, неважно. Неважно. Это все равно очень круто для стартапа. И знаешь, какого еще стартапа? Спекулятивно. Спекулятивно, но тем не менее, смотри, мы же... Ну, типа, пользоваться это что? Это значит, там один аккаунт из 40 тысяч сотрудников у них зарегистрирован, значит, пользуется, скорее всего. Может быть. Или там директору на телефон поставили где-нибудь на конференции, и директор вот пользуется с радостью. Может, опишку покупает. компания... Ну, короче, не суть. А, ну, короче. Ну, смотри, сам факт, да, компания известная, мы про них много раз говорили, правда ведь? Да, компания... Это вообще большая рыба, она так-то была в больших рыбах, но что-то она переместилась. Так вот, внимание, вот эта вот большая рыба отчиталась о росте количества сотрудников. У них теперь будет работать 40 человек, а до этого было 5. Это компания на 5 сотрудников, Леша. Господи. Ты представляешь, вот какие микро стартапы ворочают сейчас вот миром и я? Офигеть. У Миджорни там тоже было 20 на старте, даже меньше, по-моему. 5 человек делают вот этот продукт, которым пользуются, которым Байден пользуется. Да? Представляешь? Офигеть. Да, это действительно, действительно мы сейчас живем, получается, во время, когда бывают стартапы, в которых вообще нет сотрудников, продали идею и набирают. Оно так и всегда было, но сейчас настолько много идей возникает вокруг и я, что люди просто деньгами крошат направо и налево. И вот такие ребята бывает выстреливают. Я думаю, что они раз на миллион выстреливают. Ну вот, видимо, это тот самый раз. Офигеть. Просто 5 человек. Я что-то даже и не подумал. Ну, всем бы так. Да, я хотел еще сказать, что они новые инструменты запустили, но как-то вот после такой интерпретации новости, тут уже всем пофиг на инструменты. Просто знайте, что 5 человек делают лучшую в мире систему по озвучке, она называется Learn Labs. Ну, уже 40, ладно, уже 40 человек. И если говорить про озвучку, тоже интересная новость, компания Retail AI показала демку своего нового тулза для подключения AI-ботов к разговору телефонному. Голосовых ботов. То есть ты можешь у них зарягаться через запишку, подключить к своей компании, свою компанию к этим ботам, эти боты будут разговаривать с вашими клиентами. У них есть свой текст-у-спич, у них есть свои системы, свои LLM-ки под капотом, короче, все полностью подключено. Фигня в чем? Они показали демку, вы посмотрите ее, и она просто разорви одно место. Какая офигенская. Там практически нет задержки. Я потому что воспользовался. А ты прям зарегался? У них на сайте есть демо. Если у тебя есть статовский номер, тебе прям бот позвонит, но ты можешь просто оставить имя. Не, я не воспользовался, я только в Твиттере демку смотрел. Ты им оставляешь имя? Ну, давай ты расскажи сначала все, я потом расскажу. Ну, типа, фишка в том, в чем? Там задержка заявлена до 800 миллисекунд, в демке. Это смотрится так, будто бы ты реально с человеком говоришь, и он практически не раздумывает. То есть, теперь это не ощущается так, будто бы это действительно бот на том конце, который долго думает. Это не так, как с продажей Теслы, которую мы полгода назад слышали. ты задаешь вопрос, эта штука сразу отвечает. Отвечает с отличным смыслонесущим предложением, с отличными интонациями, с передыханием, и более того, там, в каком-то моменте девчонка, которая звонит на сайт, она там, типа, делает заказ столик или чего, она перебивает бота, потому что вдруг решила другое время забронировать. Бот останавливается, то есть, ты понимаешь, что его сейчас перебили, слушает, и после этого отвечает, да-да-да, конечно, мы все сделаем. То есть, это звучит реально как настоящая беседа. Вау, просто. Вау. А теперь рассказывай. Настоящая беседа, в которой любой желающий еще и может поучаствовать, не обязательно штатовский номер иметь. Там есть онлайн. Не обязательно. Не обязательно. Если у тебя есть номер в Штатах, тебе прям позвонят на мобильный бесплатно. А там есть отдельная вкладка онлайн-тест, ты просто оставляешь им имейл и имя и подключаешься на звонок. Демо-режим такой. Ты, типа, по легенде звонишь в стоматологию, записаться, и ты хочешь записаться вот к врачу. Это все, что тебе дают, да, такая легенда. И тебя приветствуют. Милый женский голос, который неотличим от человеческого. Ты говоришь, здравствуйте, там у меня болит зуб. Она уточняет, как именно он болит. Она предлагает тебе варианты, к какому специалисту ты хочешь записаться. Она мне говорит, что вот, у нас есть запись там с пяти утра до, по-моему, пяти вечера. Есть свободные места завтра, типа, поскольку у вас сильно болит. Я говорю, а можно мне на шесть, пожалуйста? Она такая, нет, на шесть нельзя, только вот мы закрываемся в пять. И реально записался к врачу с ее помощью, и все, и пожелал ей хорошего дня, и она тоже мне пожелала хорошего дня, и чтобы у меня не болел зуб. Скажи, там реально не было задержки? Задержка все-таки была, но она была совсем небольшая. Вот я бы сказал бы, что она уже была на грани некомфортной, но не переходила за нее. Выглядело, знаешь, так, как будто бы, если бы я не знал, что это бот, я бы подумал, что это человек, который просто отвлекается на комп немножко. То есть добавить просто на фоне еще звук печатания. Да, если добавить звук печатания или кликов мышкой, то да, да. Блин, офигеть. Знаешь, что еще в этой системе классного, что я допер? Вот когда ты в Польше, я в Польше живу, когда созваниваюсь записаться в больницу, тоже на английском в основном говорю, так как поиски еще плохо знаю, и часто тебя не понимают, потому что и там не на этих сидит, и ты не на этих, и твою речь часто сложно понять. Эти штуки, понимаю тебя, в 99,9% случаев. Ну да. То есть они просто нафиг убьют необходимость в том, чтобы ты прям не необходимость, а не... Сейчас многим некомфортно звонить, кто не знает языка, в такие службы, потому что ты плохо знаешь язык, есть всегда вероятность, что тебя не так поймут, и ты будешь себя чувствовать некомфортно, из-за этого ты не звонишь. Тут такая штука просто отключается, и вот нет. Да, так Леша, ты же понимаешь, что эта штука теоретически может на любом языке разговаривать. Эта штука может вообще, ты можешь и на русском говорить, а она все будет на английском переводить. Она может переключиться, так она переключится на русский, поговорить с тобой на русском, а потом сделает самаре на польском для твоего доктора, и все. А ты, кстати, не пробовал с ней на русском говорить? Не, не пробовал, я на английском говорил. Надо будет, попробуйте кто-нибудь, напишите тоже в комментариях, как у вас получилось, не получилось. Вот, это предпоследняя новость из блока, что еще? И последняя новость, она странная. Ну, как странная? Она не странная, она прецедентная, я бы сказал. Короче, неделю назад в сеть, в сети, короче, не так начнем. Компания Reddit, все ее знают. Форум здоровенный, на котором куча людей переписывается, вы там тоже есть, кстати, подпишитесь, не Ая-подкаст, а не Вая-клуб, есть у нас свой Reddit, AW Club. И компания Reddit метит на IPO, она хочет стать публичной, и перед IPO открываются разнообразные интересные штучки. Вот одна из таких штук в процессе раскрытия документов для инвесторов потенциальных открылась инфа, что Reddit на 60 миллионов долларов продался какой-то компании, продал доступ к своим данным какой-то компании. Как мы знаем, последний год все компании запрещают свои данные использовать для обучения искусственного интеллекта, и в какой-то момент OpenAI даже начал платить компаниям по нескольку миллионов долларов, чтобы поступаться к их данным. Ну, например, сайты, какие-нибудь газеты, издания, и кто-то продавался. Но в основном мы по Наяю говорили, пошли нафиг, это очень мало денег для нас. И тут Reddit за 60 миллионов долларов кому-то тоже продался. Reddit – одно из самых крупнейших мест, где генерируется контент. 60 миллионов долларов цена покупки доступа к данным для обучения. Это достаточно хороший контент. И я. Хороший, качественный, его овермного. Я бы сказал, что по объемам это не меньше, чем Twitter, на самом деле. То есть потенциально вот 60 миллионов – это стоимость покупки данных в Твиттере, для тех, кто не разбирается. И вчера выяснилось, что это Google. Google на 60 миллионов, на 60 миллионную котлету купил у Reddit данных. И это прям здоровенный претендент, потому что вот сейчас компании начнут понимать, а за сколько можно продавать. И я думаю, многие из тех, которые… назначили. Да, да, да. И я думаю, очень сильно расстроятся компании, которые не приняли от OpenAI 2 миллиона, условно там за New York Times или еще кто-нибудь. Потому что 60 миллионов – это в этой индустрии, для Reddit особенно, не такая уж и большая цифра, скажем так. Могли залупить сильно больше. Ну да. Если бы хотели. Так что новый век, новая интересная информация. Я, как обычно, буду жаловаться на то, что я очень негодую из-за того, что Reddit лично мне не отвалит от этих 60 миллионов ни одного бакса, хотя я генерирую ему контент. Какого фига? Ты продаешь мой контент на своей платформе и не даешь мне никаких денег за это. Вообще, да, было бы неплохо. Ну вот, кстати, к положительным моментам Илона Маска и Твиттера, Илон Маск уже начал делиться с пользователями Твиттера процентом от заработка на рекламе. То есть, если твое… Чего? Да. То есть, у тебя, например, и он показывает людям рекламу. Вот. Это значит, что ты по факту показал эту рекламу и Маск делится процентом с показами рекламы с тобой. Ну что-то мне он пока ничего не заплатил. Ну там есть какие-то реквайрменты. Надо несколько тысяч иметь подписчиков. Надо быть подписчиком каким-нибудь нагрогом, да? Ну, возможно и так, да. А, нет, обязательно нужно иметь эту подписку на Твиттер, конечно. А, то есть надо платить Маску, чтобы он платил тебе. Класс. Все правильно. Маск прям молодец. Все правильно. Ладно, давай закончим с этим всем. И перейдем к коротенькой рубрике сервисы и ссылки. Очень хочу рассказать про первую и Infinite Craft In Infinite Craft. Три разных слова, если что. Это яйная алхимия. Если кто-то не знает, что такое алхимия, я сейчас расскажу. Это не только про философские камни, это еще и очень крутая игра, в которую я в свое время очень много заигрывался. В чем прикол? Это игра нашего детства. Кроме нас, наверное, никто не играл. На мобильнике. В целом, да, у меня была на мобиле. На старом Huawei. На старых. Короче, у тебя есть... Ты стартуешь четырьмя элементами. Соответственно, огонь, вода, земля, воздух. И тебе из-за четырех элементов можно делать вообще все, что угодно. Ты можешь из них сделать компьютер, например. Как это делать? Ты соединяешь карточку, например, там земля и вода, получаешь глину. Потом соединяешь карточку глина, огонь, получаешь, там, не знаю, кирпич. Соединяешь, там, два кирпича, да, это, там, не знаю, дом получается. И вот так далее. Можно делать очень многое из исходных четырех карточек. Здесь чуваки сделали эту игру только без базы данных, а там и на лету генерируют результаты соединения карточек. Я попробовал, поиграл, получается странновато, честно скажу. Из... Офигенно получается. Что там такая логика классная? Ну, слушай, у меня логика там странная. Я взял, у меня получился воздушный шар, я его соединил с воздухом, получился самолет. Самолет соединил с кирпичом, получился дом. Почему? Я не знаю. Ну, ладно, есть места там, да. Но в целом, ты же понимаешь, что это все генерирует LLM. Там на гитхабе, вы если зайдете, там всего 5 звезд, всего 5 звезд на репозиторию. Редкость какую-то достали, да. Ну, у них какая-то фигня, у них сайт с демкой, он не ведет на репозиторию, а репозиторию не ведет на сайт с демкой. Так что вы посмотрите сайт с демкой, а потом скажите, поставьте звездочку. Они там прям математику какую-то впихнули, потому что это ж большое дело заставить LLM-ку условно там на два одинаковых элемента постоянно отвечать третьим элементом. Это раз. Во-вторых, ограничения. Там не бесконечно можно изобретать элементы, там в конечном итоге, когда ты создаешь вселенную, 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 мульти-мульти-мульти-мульти-мульти, на пятое мульти у тебя останавливается генерация. Но, блин, это настолько меня окунуло вот в это детство. Ой, да. Алхимия, ты помнишь, почему она популярна стала? А, нет. Она появилась как раз в момент, во-первых, уже хорошего пика резистивных сенсорных телефонов и в момент, когда первый iPhone вышел. И они очень сильно круто ложились на экспириенс работы с тачскрином, когда люди еще особо к тачскрину не привыкли. Да, ты же просто передвигаешь элемент на элемент. И она добомбанула. И, блин, я просто, я сидел на часа два залип. У меня этих элементов, блин, на три скролла. Ой, знаешь, что мне напомнило? Ты вот написал игра из нашего детства в сценарии. Ага. Я сегодня, прочитав эту строчку, пошел гуглить, есть ли третьи герои онлайн. И они есть онлайн. Онлайн? Онлайн, да. Прям вот. То есть просто на джаваскрипте каком-то портированное? Да, 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 порт. Ну, честно скажем, герои третьи не самая сложная игра для портирования. Ну да, но все равно. Там же недавно была новость, что движок, чуваки написали, open source на движок третьих героев на джейсе. Ух ты. Прикольно. Прикольно. Да, это первый сервис. Второй сервис я внезапно, случайно, нашел, как нашел, мне его прислал мой товарищ, Флоп. Привет, если ты слушаешь. Сервис называется FixK. Вот, Витя, ты когда-нибудь, ты пользуешься каким-нибудь спеллчекером на макбуке? А, нет. Хотел бы? А, нет. А почему-то, что-то дофига грамотно, что ли? Нет. А ты что такое? Это мой уникальный стиль, Леша. Короче, ладно, вы видите, вот такой уникальный стиль, а я в Grammarly на самом деле пользуюсь практически во всех браузерах. А, подожди, нет, Grammarly я тоже пользуюсь, я думал, ты про русский язык. Нет, это вообще про любой язык. А, нет, Grammarly я пользуюсь что такое FixK? Я пользуюсь двумя решениями, Grammarly для исправления ошибок и спеллчекерами стандартными в браузерах, которые проверяют там на лету какие-то ошибки и подсвечивают их. А, еще есть у меня переводчик, переводят, там можно выделить слово, перевести. FixK это исключительно маленькая утилита под macOS, которая работает под управлением macOS, и она позволяет, внимание, исправлять и переводить текст в абсолютно любом приложении в макбуке, вообще в любом, вообще в любом. Вот хоть в StreamYard, хоть в Obsidian, хоть, не знаю, хоть на рабочий стол напиши папку, создай с именем даже там. Ее единственная задача в удобном виде подсвечивать неправильные слова на выбранном языке, на том, на котором ты пишешь, и буквально там в полклика предлагать замену, чуть ли не автозамену. Вся эта штука работает на основе LLM-ок, поэтому она поддерживает все языки. Ты можешь ей скормить ключ от OpenAI, работать через OpenAI, ты можешь даже запустить локальную LLM-ку и подключить ее к локальной LLM-ке, ты можешь задонатить ребятам, по-моему, 6 долларов в месяц и получить всяческие фишки, которые работают только с наличием интернета. В частности, перевод работает у них только с интернетом, то есть справление без интернета, перевод с интернетом на любые языки и всяческие там кастомизации. Я офигел от того, что эта программка очень маленькая и она просто трындец, какая полезная. Откажешься от Grammarly? Я уже отказался от Grammarly. Все. Теперь у меня FixKey везде стоит. И они на ProductHunt недавно зарелизились. Просто, просто я поражаюсь. Это сочетание вот такой вот элегантности, потому что она очень маленькая. Она делает совсем узконаправленную штуку, но она делает ее хорошо, вот прям качественно. Из прикольного у них на ProductHunt, по-моему, когда они релизились, у них демка, как два чувака просто сидят на митинге в каком-то, и один чувак там что-то пишет. А, там есть еще функция. Эта штука может голосом надиктовывать через тексту спич. Ты говоришь, она просто пишет, записывает все в заметке. И чувак что-то на митинге говорит, шарит экран. У него прям эта штука прям пишет все в заметку. Он там что-то отворачивается, продолжает говорить, она о него пишет. Потом он поворачивается, просто выделяет там все, что она ему наговорила, нажимает там буквально одну комбинацию клавиш, у него еще все ошибки справляются. Второй счет такой, блин, а что это у тебя такое? Как это так? Он такой, так вот, фикс кей, пожалуйста. В общем, прям меня порадовало, очень круто. Попробуйте. Что у нас еще сегодня в сервисах и ссылках? Значит, надо вам еще рассказать про несколько опенсорсных проектов. Во-первых, тест-пайлот. Если вы вдруг пишете на жава-скрипте либо на TypeScript и не знали, что юнит-тест уже можно там генерить нормально с помощью Яя, либо использовали какой-нибудь кодиум, который это умеет делать, то попробуйте еще тест-пайлот. Открытая опенсорсная библиотека, по факту NPM-модуль, который ставите, скармливаете ему там ключик, и все, и у вас есть штука, которая пишет юнит-тесты за вас. Вторая туза это AI-дайл, которую делают чуваки из EPUMA, наши коллеги. Из E-Mango. Это ж. Из E-Mango, да. Эта штука это по факту здоровенная экосистемная опенсорсная тузень, которая позволяет использовать не лангчейны, а LLM-ки внутри ваших приложений, и причем использовать их абсолютно разные и достаточно не привязываясь к энвайроменту. То есть вы можете эти LLM-ки, вы можете использовать эти LLM-ки, которые предоставляют Azure, AWS, Google Cloud, но использовать их через единый интерфейс в своей программе. Вот этот единый интерфейс, он предоставляется AI-дайлом опенсорсной тузой. Можете пройти, посмотреть. Они еще, кроме единого интерфейса к доступу к клауд-агностик, к доступу LLM-кам, они предоставляют всяческие там хелм-чарты, статистики. В общем, для корпоративных приложений прям вот то, что надо, чтобы не париться с написанием кучи инфраструктурного кода с нуля. И последняя штука, я не знаю, почему про нее не рассказывали, но не было у нас особо места, это Clean Voice, Clean Voice AI. Ты пользовался Adobe Enhance? Конечно. Видите, ты же пользовался. Конечно, тестировал много раз. Вот. И во времена, когда Adobe Enhance не разрешал загружать большие... Adobe Enhance это штука, которая чистит голос до студийного качества. И они долгое время, по-моему, даже до сих пор у них есть ограничения, они там позволяют загрузить до 500 мегабайт и до какого-то там, до часа условно аудиозаписи. А Clean Voice это коммерческий продукт, который занимается тем же самым, но за денежку вы можете загружать туда, в принципе, любые масштабы роликов, не роликов, а аудио, просто платят чуть больше. А по качеству работы я бы сказал, что они работают примерно на одном уровне. По крайней мере, я Clean Voice прям долго использовал, пока Adobe Enhance не появился в моем пакете от Adobe. Так что Clean Voice и яй тоже можете попробовать. Полезно. И на этом все полезное заканчивается. Фу как, дальше разгоны. Да, а вот этичная рубрика, как говорится, только начинается. Будем делать микроперерыв? Зачем? Я настаиваю на том, чтобы ты со мной писал 3 часа подкаст, не вставая. Я надеюсь, что к 100-ому выпуску я тебя научу. Не, я так не хочу. Спасибо большое. Ну, давай. Тут этичные рубрики у нас на совсем чуть-чуть, на часик, не больше. Окейушки, хорошо. Тогда переходим к этичной рубрике. Этика-конфетика. Этика-конфетика, как говорит Артем Малыш и Влад Тен. на Блумбери вышел отчет о том, какие профессии будут заменены и в ближайшее время. Как методология подсчета какая была. Короче, они взяли за отправную точку публичный релиз чат-жи-пяти и посмотрели, как проанализировали 5 миллионов фрилансерских позиций, и как они как тренды количества этих позиций меняются после запуска чата-жи-пяти. Блин, в сорядочке я заговариваюсь. В общем, на какие позиции стало больше деманды, на какие меньше больше спроса. Так вот, после выхода чата-жи-пяти количество позиций график-дизайнеров, веб-дизайнеров и веб-девелоперов увеличилось. Но веб-девелоперы снижаются постепенно. Существенно больше, чем на 25% снизилось количество позиций, связанных с текстом. Интересно, с чего это бы. Где-то примерно на 5% SMM-позиции упали. Внезапно на 40% выросло количество позиций, связанных с редактированием видео. Это они еще не слышали про сегодняшний релиз от OpenAI. Посмотрим, что. Да, ссора. Ссора OpenAI, а ссора в USB. Да, типа того. Ну, а также, конечно же, почти на 20% упал Customer Service, переводы, но увеличилась бухгалтерия, продажи, немножко увеличился backend development и ресерчеры. Да, здрасте, увеличился. Увеличился? Увеличился. А, ну, это количество работ, да. А там, если... Давай, продолжай, я еще закину кое-что. Ну, в общем, на самом деле, по факту, это просто тренд исследования, то есть, оно не говорит о том, что и ставит работу всем веб-девелоперам и видеоредакторам, оно просто показывает, как чат GPT повлиял на рынок работы. Кстати, я не понял, почему в виде редакторов так все взлетело. В чем прикол? Как чат GPT повлиял на количество... Леша... То есть, корреляция не прямая, понятно, там, кое-что всего другого влияло, но почему? Корреляция вообще никогда практически... Ладно, никогда корреляция не значит зависимость, возможно, просто всегда количество позиций на видеоредакторов увеличивается такими темпами. Ну, просто чат GPT никак не аффектнул. Ну, может, может быть. А вот ниже они приводят другой график, тоже интересный, процент изменения оплаты по часовой в зависимости от специальности. И там графический дизайн больше всего растет, ну, и тут оно и понятно, потому что все сейчас в графику валят, игровая индустрия, это все развивается. Веб-дизайн тоже растет, соушал-медиа-маркетинг, а дальше спад. И веб-девелопмент упал там буквально на полпроцента по хауле-рейту, а вот бэк-энд-девелопмент упал почти на 10%. Вот что странно на самом деле. И честно говоря, ну, и там дальше видеоэдитинг упал тоже очень сильно. Тот, который по количеству позиций вырос, он упал по количеству оплаты. И переводы очень сильно упали. То есть, явно, а и маркетинг-ресерч, вот четыре самых больших раздела, это бэк-энд, маркетинг-ресерч, видеоэдитинг, транзишн. И явно они упали под воздействием, я думаю, AI действительно, потому что, ну, давай по-честному, кучу бэк-энд-кода более плейтового может писать AI на сегодняшний день. Я сейчас не говорю, что AI заменил бэк-эндеров, но кажется, будто бы значимость бэк-энд-разработки, которая традиционно в программировании была, по моему личному мнению, сильно переоценена относительно всей другой разработки, вот она и проявилась, что это была сильно переоцененная работа, что много бэк-эндеров повольняли, остальным дали в плечи, опять-таки, мой сегодняшний тейк, дали в плечи ChargerPT, и они стали писать код в 10 раз быстрее, при том, что это тот же самый человек, который еще вчера писал в 10 раз медленнее, поэтому и за плату. Прикольная идея, мне просто казалось, что как раз-таки фронт-энд девелопмент легче будет делать с помощью AI, с одной стороны, хотя с другой стороны, там много чего на визуале построено, а вот в бэк-энде как раз просто взял одну тасточку, запилил ее и впихнул. А в бэк-энде же у нас большущее количество работы, это написание опишек, написание опишек, то есть архитектура опишки, это ладно, это что-то там творческое, но 90% времени ты просто там создаешь какие-то эти объекты, фасады для этих объектов, ты создаешь эндпойнт, ты делаешь очень много типовой работы, свагеры прикручиваешь, то есть кодовый обвес, он состоит из большущего количества бойлер-плейта, штук, которые пишутся постоянно в одном и том же стиле, чуть ли не одними и теми же буквами, этого много в бэк-энде, сильно больше, чем во фронт-энде, во фронт-энде много костылей, в бэк-энде достаточно много чего женерализировано, и это все можно переложить на ответственность чата GPT плюс какого-нибудь сеньора, который им управляет. Это моя теория, я не утверждаю, что это так, но... Слушай, в этом что-то есть, потому что во фронт-энде очень сильно нужны человеческие глаза все еще, я вот сейчас подумал. У GPT-то их нету. Плюс человеческие глаза, в этом я имею в виду костыли, то есть костыли это не то, что плохо работает, а то, что нетипичная работа. Ну да. Плюс, смотри, скажем, чтобы интегрировать в свой какой-нибудь прототип, не знаю, API-шку авиасервиса, который будет покупать тебе билеты, раньше тебе нужен был бэкэндер, который сделает эту интеграцию. Сейчас ты идешь в чат GPT, даже SEO-компания, у которого там минимальное техническое образование, идет в чат GPT, скармливает документацию этой API-шки, ему выплевывается Python-код с полной оберткой для этой API-шки, и тебе не нужен бэкэндер. Ну да. Нужен кто-то, кто все равно это заинтегрирует в твой текущий код, наверное, но для этого, скажем так, нужен один бэкэндер, а не четыре, к примеру, да. Да. Мне кажется, именно из интеграционных таких работ оно сильно просело. Короче, интересная статистика, тоже почитайте. Мне еще умилило сайт. Ты обратил внимание о Блумбере? Да. Блумбере. Я вообще не знал про этот сайт раньше. Я думал, они созвучны Блумбергу. Да, очень созвучны. Блумбер знают все. А тут Блумбере. Забавно. Блумбере, это же Голубика, по-моему, или... Или Голубик, это Блумберри? Блин, я не помню точно. Наверное. Наверное. В Блумбере. Они там все Берри. Из забавного, там еще появлялись всякие позиции для Majorney Image Generator или AI Image Creator Ну, это все-таки однодневные позиции на самом теле. И дофигища кто на опорке стал писать себе в Job Description, что обязательно нужен скилл в AI. Там чуть ли не на 33% всех рассмотренных позиций обязательно скилл был AI. это для чат-бота и AI. Для тех ребятушек, которые... Я недавно повстречал таких, знаешь, из нашей сферы из аэтишной, которые на полном серьезе мне сказали, что AI это все пузырь. Это все перехайпленная тема, она скоро лопнет, и мы продолжим существовать, как существовали. Я думаю, ребят, вы в каком году живете? И как вы туда вернулись? Расскажите мне, пожалуйста, я тоже хочу там оказаться. Ну, посмотрим, к чему это приведет. И напоследок я тут закинул нам постик с одного телеграм-канала. Телеграм-канал называется Рептилоидное. Ну, почему нет? Не, ну, на самом деле канал нормальный, он не про заговоры, он скорее про изменяющийся мир и иммерсивная технология. Вот. Парнишка молодой его делает, и он там писал свои впечатления про ссору, и организовал их в здоровенный такой тред на 8 пунктов, в котором, на 7 пунктов, в котором говорит про то, что дальше будет с миром, в котором видеогенерация не отличима от реальности. Ух. Я вот пару пунктов выписал, меня прям что-то зацепило. Ну, давай, рассказывай, что конкретно тебя зацепило. Первое, что меня зацепило, он пишет четвертый, ну, там, первый пункт это про то, что качество генерации точно улучшится, и там совсем два шага осталось для того, чтобы мы полностью перестали отличать правду от неправды. Это уже сложно сделать, и его это немножко пугает. Так это сейчас, Леша, работает уже, правда, не для видео, но для картинок вообще и для текста. Вторым пунктом он говорит, что галлюцинации всяческие, видеогенерации тоже очень быстро пропадут, а компании, которые условно помечают AI-генерейт-контент, их все нету. То есть прямая дорога в то, что мы не будем знать, где фейк-контент, а где нет. Третий пункт очень важный, про который тоже мало думает, мы просто с тобой про него говорим, но тем не менее создать повод о несуществующем событии, инфоповод, становится вот так. Да. Сначала мы получили тексты, потом получили картинки, теперь мы получаем видео. Недалек тот час, когда будут просто фейковые каналы разворачиваться в нужном районе по телеку, ну, либо фейковые каналы в Ютубе, на них будут забиваться боты, туда будет генериться какая-нибудь повесточка в видео, какие-нибудь выборы. Под видео будет миллион комментариев от ботов, причем неотличимых от человеческих, потом еще куча новостей выйдет с текстом, фотографиями, это наша реальность. Так, условно, Майлону Маску, учитывая там коллаборацию с Миджорни и его Гроком, можно будет просто одну кнопку нажать и продвинуть любую повестку в Твиттере. А в Твиттере продвинуть повестку, это равно продвинуть ее в мире, по сути, сейчас. И с этой точки зрения кажется, будто бы идея централизованного ИАЯ, про которую сейчас вообще единицы говорят, она прям, ну, она прям единственная какая-то такая верная, потому что, когда у тебя корпорации будут иметь доступ к таким неограниченным ресурсам, ты там даже, ну, ты там даже не узнаешь, что не делают. Никто не будет звать Цукерберга на публичное слушание, потому что никто даже не узнает, что была продвинута какая-то повесточка, настолько она будет в действительности, на действительность похожа. Да. Четвертым пунктом парень говорит, что не стоит надеяться, что OpenAI останется корпорацией добра, и вот там те же протесты, непонятные шаги OpenAI в сторону работы с оборонкой, они уже говорят, что OpenAI далеко не добродетель, да OpenAI потихоньку превращается вроде как в коммерческую компанию из научной. Там уход Карпатова, отход Илью Хисус Кемера, непонятно на какую роль, все это говорит о том, что у них уже и бизнес-модели, там тебе и ревенью, все, что хочешь. Это новая корпорация. И типа не надо надеяться, что они будут как-то дипфейки и прочую дезинформацию контролировать, потому что тут пойнт в том, что компании другие отстают от OpenAI буквально на несколько лет в развитии. То есть то, что нам OpenAI сегодня показал ссору на 99% условных, означает, что через 3 года у нас эти ссоры будут запускаться на наших новых макбуках от каких-нибудь ноунеймов, и мы сможем там в одно лицо делать абсолютно любую штуку, которую сегодня нам показывает OpenAI. И OpenAI никак на это не повлияет. Словно Леша из... Леша-бандит из другой вселенной сможет клепать дипфейк-контент просто пачками, и никто ему ничего не сделает, и будет тратить на это 2 доллара. Возможно, к тому моменту уже и другие вселенные откроются, кстати, действительно. Да, где-нибудь в небе появится отсчет, да. Вашей вселенной до конца осталось 20 минут. но можно заплатить и продлить подписку. Привет, темные. Кстати, да, заплатить это отличная идея. Заплатите в параллельную вселенную. То, что... Пятым пунктом он пишет, что государство постарается взять ее под свой контроль ради безопасности, безопасность в кавычках. И вот этот цирк, он действительно как-то начнется. Сейчас мы вот в прошлом году видели, что куча регулирования внедряется, но мы же знаем, как государство работает. Государство это организация, которая имеет кучу, кучу, кучу амбиций по использованию ресурсов, своих ресурсов, в том числе человеческих ресурсов, в том числе через методы, на которые они имеют монополию. Это силовые методы, то есть силовыми методами мы защищаем наш закон. Кто им будет мешать использовать те же методы в применении к ИИ? То есть монополия на применение ИИ? Это уже происходит. Я думаю, OpenA во-первых, пункт про сотрудничество с оборонкой добавил не просто так. Я думаю, к ним пришли и попросили его добавить. Потом государство уже принимает кучу законодательных актов, связанных с регулированием, и это тоже не просто так происходит. Поэтому оно уже началось, Леша. Вот понимаешь, этот цирк с актами, который реально ни к чему не приводит пока что, кроме как дополнительному гемору. Чем дальше, тем больше мне кажется, что это просто пыль в глаза. Так эти акты, они не нужны для безопасности, Леша. Они нужны для того, чтобы потом разводить и что-нибудь забрать. Это хорошо, если так, Вить. А про другое. Может оказаться, что это просто пыль в глаза людям. Типа, смотрите, мы что-то делаем, вы нам голову не дурите. А вот под ковром, там где-нибудь словно в бункерах, мы будем с этим ИИМ крутить, что захотим. Мы уже там и в пятом поколении создали, вас не касается. Я думаю, так это примерно и работает. То есть не надо вообще уповать на то, что государство вас хоть как-то защитит от возможных проблем, которые принесет ИИМ в мир. Нужно самому защищаться в первую очередь. Нужно самому от корпорации, от всего вот этого. У них там своя борьба на своих уровнях, поэтому всем там пофиг на нас. Шестым пунктом парень пишет, что мы сейчас видим конец индустрии в виде операторов, режиссеров и прочих киноделов, и он там дает лет 10-15 этим профессиям. Я бы сказал, что, как по мне, это тоже очень оптимистичная прогноза. Как только Сора научится делать на лету генерируемый под пользователя контент, вот тогда, я думаю, умрет процентов 90 всей этой индустрии. Да, скорее всего, да, потому что с одной стороны фильм, да, это ведь способ посмотреть глазами другого человека на мир, по сути, ну, или глазами других людей на мир, с одной стороны. С другой стороны, а зачем среднестатистическому человеку это вообще нужно, если для него будет специальный канал, зайдя на который, он будет всегда видеть что-то, что дает ему вот эти вот бесплатные дофамины, эндорфины и так далее, в громадных просто количествах. Я верю в то, что... Я не верю в то, что... Как это объяснить? Короче, качество картинки видеогенерации, если оно уже будет хотя бы на уровне ссоры, мне дальше кино особо не надо. Я иду на кино, чтобы посмотреть либо на крутой сюжет, либо на красивую картинку. Красивую картинку сейчас ссора может сделать сильно лучше, чем Дисней за многомиллионные бюджеты. Ну, что я только Дисней скатился, да? Да. Сюжет немножко другое. И я представляю себе условное будущее, где мы будем платить каким-нибудь сервисам, на которых сидят, скажем, писатели, для того, чтобы вот конкретно этот писатель, конкретно в своем стиле, сгенерил сюжет для какой-то книжки, которую ты будешь смотреть. А ты к тому, что появится миллион Тарантин, которые сейчас не имеют возможности снимать, потому что не могут пробиться? Не, они даже не будут пробиваться, ты будешь сейчас снизу кино. не могут, а потом смогут. Тут скорее про то, что ты будешь платить за текст, за историю. Ты будешь платить чувакам за историю, как пользователь. Ты приходишь на Нетфликс, ты на Нетфликсе платишь за историю. Ну да. Типа приходишь и говоришь, чувак, ты офигенный там делал истории для моих друзей, либо, не знаю, я про тебя где-то слышал, запиши мне историю вот такую вот. Тебе пишут историю, а дальше эта история прогоняется через условную ссору, и ты ее смотришь в офигенном 3D. А зачем здесь вообще человек, который пишет историю в GPT-5, тебе напишет? Потому что, мне кажется, что вот эта вот ценность того, что что-то сделал человек, она останется. То есть вот осознание того, что эту историю придумал человек, она останется. Например, в индустрии для взрослых. Она, скорее всего, тоже получит там кучу-кучу-кучу расширений, будут персонализированные ролики для взрослых, видео для взрослых с несуществующими там людьми и все остальное. Или существующие. Вот эта вот острота того, что реальные там условно женщины либо мужчины надиктовали эту историю, либо надиктовывают прямо в онлайне. То есть это будет как секс по телефону, но только с полной картинкой с человеком, который тебя абсолютно на 100% удовлетворяет и нравится, но саму историю генерирует человек. Непредсказуемость. То есть на уровне психологии я не уверен. ты имеешь то, что воображение можно будет демонстрировать. Да, да, да. Ты полностью отдаешь воображение на аутсорс, кроме воображения другого человека. Прикольно. Инпут текстовый, а всю остальную настройку тебе делает и я. Прикольная идея. Мне вот кажется, мы туда уйдем. Я все еще думаю, Леш, ну такое точно будет, 100% такое будет, потому что сейчас, опять же, можно смотреть на то, что происходит с Миджорни и просто экстраполировать это на будущие генераторы видосов. Будет то же самое, что сейчас с Миджорни. Вот то, что ты описал, это происходит с Миджорни. Но я думаю, что не за горами условный Netflix Infinite, в котором вообще все будет генерироваться и я им, в том числе и сюжет, просто на основании твоих предпочтений. И большинство людей, скорее всего, будут зависать именно там. Ты приходишь с работы и включаешь бесконечную генерацию под тебя, ну вот просто на лету, и залипаешь в нее днями. Но это эффект как от ТикТока, то есть ты просто залипаешь на каких-то очень интерактивных штуках, но ты от этого устаешь. Я скорее про эффект кайфа. То есть ты же, ты приходишь в кино, ты смотришь фильм порционально, и ты потом помнишь про какие-то фишки, которые тебе понравились, не знаю. Сюжетный поворот, еще что-то такое, там офигенная графика, суперкрутое представление тебе. Вот это вот сделает все. Я думаю, что вот эти вот фишки, за которые ты будешь любить, мы за них будем платить. Ты такой приходишь на этот Netflix Infinite, и тебе предлагают, так, чувак, сейчас у тебя вариант, либо мы тебе сейчас включаем бесконечную ленту, которая тебе понравится, ты будешь в нее втыкать, заснешь, а завтра опять пойдешь на работу и забудешь про нее. Либо заплати нам пять баксов, и мы тебе в эту ленту всунем пять офигенных вот так поворотов, которые проработаны нашими лучшими авторами здесь и сейчас. Слушай, ты просто нажимаешь одну кнопку, у тебя списывают долларов с карты, ты получаешь сюжетный поворот. Да, да, да. И ты про него уже, ты его запоминаешь, потому что он реально вот так поворотный. И на завтра тебе есть что рассказать. Или смотри, вот ты смотришь, например, бесконечный сериал, тебя бесит какой-то персонаж, а они специально его добавили, чтобы он тебя бесил. И ты такой, плачу бакс, чтобы его убили прямо сейчас. Да, да, да. Это вообще, да. И там, короче, с крыши падает сосуля, такая громадная на него. И все. Я сейчас слушаю одну ролевку, там ребята записывают ролевую игру, как они играют в онлайне, у них есть опция, они стримят эту ролевку, и ты как подписчик можешь задонатить денег, чтобы в канон ролевки внести изменения. Да, ну вот то же самое. Да. Офигеть. Или прикинь, они такие, сейчас ты пришел с работы, мы тебе включаем ленту бесконечную, а если ты хочешь ее остановить и пойти спать, заплати 5 долларов. А вот это вот, я думаю, для них вообще было бы идеально, Леша. Трындец. Просто звездец. Короче, пост чувака прям вот, он молодой достаточно парень, но пост прям мне зашел, ну, это вообще не про эйджизм, это скорее про то, что я не ожидал, что вот настолько у меня со мной замачиваются. И в конце парень пишет хорошую мысль, он пишет, что дорогие мои подписчики, вы входите в одну сотую проценту людей, которые хоть что-то понимают в этой сфере, потому что вы читаете меня. То же самое хочу сказать и нашим слушателям, вы входите в очень узкий круг людей, которые разбираются в AI сильно больше, чем рядовой пользователь интернета. А значит, у вас гораздо больше шансов укрепиться в будущем. У вас и шансов больше, и, блин, несите эти знания, короче, вовне, рассказывайте людям, что есть, на что стоит обращать внимание. Для того, чтобы знания лучше неслись вовне, вы вполне спокойно можете поставить лайк, продвинув это видео и написав к нам какой-нибудь комментарий. Да, на ютубе, либо сходив на ютуб, если вы нас слушаете, оставив там комментарий. Также приходите к нам в чат в телеграме, Ая подкаст, мы вас там ждем и любим. Также мы там проводим наши онлайн-выпуски. И конкурсы. И конкурсы мы там же проводим. Подписывайтесь на наши соцсети, регистрируйтесь на Anywhere Club и W.Club. И, как у нас горится в конце, лайк, share, Anywhere. У меня было вообще идеально просто. Не знаю, как у тебя. Как у нафиг? У меня всегда секундная задержка. А, у меня идеально. Ну, на монтаже потом идеально получается. А, я не знаю, как это получается. Да, с вами был я, Алексей Картенник и вот этот замечательный человек. Витя Шленченко. Всем пока. Слушайте наш новый трек. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok